Девушки отдыхают Пожалуй, заканчивается Отпускной вариант гражданина обыкновенного Отличается от повседневного примерно так же Как свежая рыба от замороженного Человек, оказавшийся в отпуске у моря Хочет любви И готов полюбить буквально первого встречного Ведь курортный воздух напоен Ароматами магнолий и шашлыков Слух услождают цикады И песни ресторанных певцов У ног отпускника о чем-то шепчет Морской привой И над всем этим великолепием Борит загорелый, слегка небритый Купидон Эта история Тоже случилась на курорте Хотя началась она чуть раньше В Москве Ой, я такие глаза в нем не видел Черт! Трифилов, вылезай немедленно! Трифилов, я тебя узнала! Полезай! О! О! Марина! Привет! О! Господи! Глеб! Зачем ты эту мочалку нацепил? Маскируешься! Ты что думаешь, после трех лет совместной жизни я тебя с накладной бородой что ли не узнаю? А что, может я бороду решил отрастить? Вот, примеряю! Ты зачем за мной следишь? Вот что ты хочешь увидеть? Я ничего, я просто мимо проезжал, смотрю ты Мимо, да? Вот с фотоаппаратом и с этой бородой наклеенной, да? Ну, я всегда с фотоаппаратом, ты же знаешь, у меня работа такая Глеб, я все понимаю, твоя профессия это частный детектив Следить за неверными женами это тоже твоя профессия, но я-то тут при чем? Мам, вот что ты хочешь доказать? Что я тебе изменяю? Так я не могу тебе изменять! У тебя своя жизнь, у меня своя! У тебя есть другой? Конечно, есть! Ты его даже видел! Ты что думаешь, я не заметила, как ты вчера следил за нами? А, значит, все-таки вот этот, усатый бородатый, значит, ему можно, а мне нельзя! Его усы и борода тебя не касаются, понял? Я очень надеюсь, что я тебя больше не увижу! Пока! А ты знаешь, что он женат? Во-первых, знаю! Во-вторых, он скоро разведется! Да! А в-третьих, Трифилов, это не твое дело! Оставь меня, пожалуйста, в покое! Мила, я давно хотел тебе сказать, что… Ну, я думаю, ты и сама понимаешь, что в последнее время между нами не все так гладко! Такое ощущение, что мы перестали понимать друг друга! Ну, почему? Я… Вот видишь, да, я тоже виноват! Я знаю, я виноват! Возможно, в последнее время я слишком сильно давил на тебя! Ну, может быть, чуть-чуть, но, в принципе, это все… Ну, у тебя на все есть свое мнение! И что бы я ни сказал, ты свое в ответ! А главное, что всегда против! Всегда поперек! Нет, ну почему всегда против? Я не всегда против, я… Видишь, даже сейчас, даже сейчас! Я говорю всегда, ты мне возражаешь! Мне кажется, нам нужно расстаться! Ага! Вы что, хотите меня уволить? Вот! Тебе осталось только подписать! Так будет лучше! Прежде всего, для тебя! Эй, кто так паркуется? Свободен! Чуть ногу не отдавила! Девушка, куда вы? Что происходит? Выходим! Начали! Что вы делаете? Валера! Сонечка! Я ни в чем не виноват! Это ошибка! Сонечка, прости! Нет, я не понимаю! Ну, надо же быть таким дураком! Взял взятку в собственном кабинете! Ну, его тоже взяли с поличным! Кошмар! Что ж, получается, у тебя свадьбы не будет? Да какая свадьба? Ты что думаешь, я за ним в Сибирь поеду? Нет, ты мне скажи, я похожа на жену декабриста? Нет! А вон, кстати, Юлька! Сейчас начнет щебетать, как они с мужем на Мальдивы поедут… Сонечка, по-моему, с ней что-то нет… Юль! Девочки! Что случилось? Это кошмар какой-нибудь! Юлечка, что? Да что случилось-то? Меня вы сольцев кинул! Что ж за день сегодня, а? Девочки, я не знаю, как… Я не знаю, как я буду одна! Юленька, миленькая моя! Ну, иди сюда! Ну, ты же что ж такое? Ну, ты что? Да пусть это он переживает, ему хуже! Ты лучше себе найдешь, другого найдешь! Какого другого? Ты что говоришь, что такое? Мне другой не нужен! Ну, я имею в виду другого мужчину! Замуж за него еще выйдешь! Да я не в том смысле он на меня кинул! Он меня с отпуском кинул! Он мне сказал, что у него на работе завал! И что на Вальдивы я ехала одна! Ой, Юль, ну ты как всегда! Нет, я ее точно убью! За что? За то, что жениха за месяц до свадьбы арестовали у меня! А жалеем мы почему-то тебя! Десертик не хочешь? Да, понимаю тебя! Нет, в Марине, конечно, что-то есть! Что-то выдающееся! Особенно круть! Я тебе всегда об этом говорил! А я тебя всегда просил об этом не говорить! Ну, ладно, ладно, я ж по-дружески! Я просто к тому, что я тебя понимаю! Нет, с одной стороны, она, конечно, коза! Вечно ко всему цеплялась! Все ей не так! Ну, с другой стороны, вот эта, выдающаяся! На, и все остальное! Ведь буквально только что ходила здесь вся такая! Без всего! Не понял! Что значит без всего? Могла жить без всего! Нет! Или в белье! Слушай, а у нее чулки были? Были, конечно! Так, Алик! Я не понял, ты сейчас будешь представлять мою девушку в чулках? Ну, ладно, ладно, подожди, она же уже не совсем твоя девушка! Перестань! Слушай, чувак, я пытаюсь поставить себя на твое место! Понять, что ты чувствуешь? Это называется переживание! Спасибо, очень помогает! Слушай, мы с Мариной закончили, давай хоть киношку посмотрим, что ли, а? Алик, какую киношку? А что, если ее похитите? Марину? Да! Похитить ее? И? Ну, как-то объяснить, что счастлива она может быть только со мной! Вот такая идея! Да? Да! Поможешь? Конечно! А если ее привязать к батареи и посадить на хлеб и воду, она сразу поймет, что зря от тебя ушла! Это юмор сейчас! Вот теперь я понимаю, почему тебя не взяли в настоящие следователи! В общем, Валеру сейчас отправят лет на пять шить рукавицы, а я совершенно свободна! Выпьем! Ой, Сонечка, ну ты не расстраивайся! Да! Ну что ж теперь делать? Я думаю, надо съездить отдохнуть! Отдохнуть? Подожди, у тебя же жених в тюрьме! Да какой он теперь жених? Коррупционер несчастный! Был жених, да весь вышел! Точнее, сел! Ой! Прости меня, пожалуйста! Да нет, ну ты все правильно говоришь! Выйдет он, наверное, не скоро! А что, твой точно на Мальдивы не поедет? Да! Говорят, какой-то у них там кризис! Да у них вечный кризис, мужчины! А билеты, отель там все оплачены? Ну конечно! Завтра же вылет! Ну что, не будем терять времени! На Мальдивы вместо мужа с тобой поеду я! Решено! Едем! Нет! Почему? Я летать боюсь! Подожди, а как ты собиралась попасть на Мальдивы? Я без мужа боюсь! Послушайте, а вдруг самолет упадет? И у Соли тогда женится на другое, я как дуру в гробу буду лежать! Логично! Допустим! Тогда поедем мы! А не-не, я не могу! Я же вам забыла главную свою новость рассказать! Девочки, меня уволили! Да ладно! Как ты ж такая умная! Видимо, недостаточно! Или чересчур! Так что мне теперь не до отдыха, буду думать о новой работе! Да ты что, наоборот, надо съездить отдохнуть! Приедешь загоревшая, классная, отдохнувшая! Сразу работу найдешь! Да, у меня именно так и было! Я приехала из Испании, и после первого же собеседования меня Усольц взял секретаршей! Вот! А потом на мне женился! Девочки! Девочки, а давайте вместе поедем! Подожди, ты ж боишься летать! А мы не на самолете! Какой ноябрь? Я говорю, какой ноябрь? Любимый! Я дома! Вы понимаете, что срываете нам сроки? Нет, к ноябрю мы уже должны выйти на проектную мощность! О, привет! Ты чего так думала? Привет! С девочками засиделись! Зато я теперь веселая, и уже больше на тебя почти не свержусь! Знаешь почему? Потому что иначе мы попадаем на конкретные штрафные санкции! Потому что я очень тебя люблю! Не надо мне рассказывать! Это все написано в контракте! А мы, кстати, послезавтра с девочками уезжаем в Крым! Подожди, какой Крым? Это я не вам! Тот самый Крым! Так хочется к морю! Минуту, я перезвоню! Погоди, зайчонок! Это что за идея с Крымом? Ну, ты же не хочешь ехать со мной на Мальдив? Одно и мне скучно, поэтому мы с милой Соней решили поехать в Крым! И даже не спорь со мной, я так решила! Погоди, а Соня, она же к свадьбе готовится? Ты говорила, она опять замуж там? Ой, у нее все расстроилось, и ей как раз очень нужно развеяться! Так что… Развеяться! А это у нее какая по счету должна быть свадьба? Ой, четвертая, кажется, или я даже не знаю! И теперь она едет в Крым развеяться! И ты с ней! Ну да! А! Ты же не против? Я? Конечно, нет! Еще вы мне быть против! Ты у меня самый лучший! Я в душ! Я знаю, что нужно сделать! И я знаю! Нет! Я знаю! Нет! Ты неправильно знаешь! Слыш… Нужно сейчас пойти в бар и познакомиться с хорошей девушкой «МИ». Нее-нее. С хорошей «МИ». Алик, пожалуйста. Не надо хороших. Правильно, не надо хороших, будем искать плохих таких. Что? Надо… Надо… Надо позвонить. Давай позвоним. Кому? Почему? Марине? Давай Марине, я её знаю. Конечно. Нет! Да я позвоню ей и скажу, что я люблю её. Клём надо, я должен, понимаешь? Не пущу, я… Клём! Да, я детектив. Да ж ты… Голос? Да, извините, голос? Я сейчас телевизор тише сделаю. Да, да, нет, я просто спал уже, трудный день выдался. Командировка? В Крым? В Крым. Да, можно и в Крым. В Крым. В Крым. В Крым. Индрефилов? Господин Сольцев. Как ты его себе представлял? Покрупнее, что ли? При скрытном наблюдении лучше оставаться незаметным. Ну да. Сразу должен сказать вам главное. Наши отношения с женой построены на абсолютном доверии. Поэтому она ни в коем случае не должна догадаться, что вы за ней следите. Тем более, по-моему, прочей. Понимаю. Вот. Моя жена Юлия. Здесь она с подругами. Софья и Людмила. Угу. Все расходы, разумеется, за мой счет. В пределах разумного. Разумеется. А? Ты посмотри, как все удачно складывается. Заказчик оплачивает тебе номер. Я просто уверен, что в нем легко поместятся двое друзей. А у меня как раз есть немножко свободного времени. Ты представь, как тебе грустно и одиноко будет там одному и как весело и хорошо будет со мной. Надеешься, на халяву к морю прокатиться? А нет, на халяву, конечно, не получится. Билеты придется оплатить самому. Хотя, если б ты намекнул заказчику, что тебе необходим ассистент… Даже не думай. Ладно, ладно, мне многого не надо. Но представь, мы будем с тобой как… Как Холмс и Ватсон. Как Жеглов и Шарапов. Как Чип и Дейл. Можно я буду называть тебя шефом? Не надо. Ладно, не надо. Но мы едем в Крым. Нет. Да. Так, надо подорапливаться. Поезд у Сойцевых пришел еще два часа назад. А я должен постоянно держать ее под наблюдением. Друг нас встретил. Здорово, куда ехать? Друг, друг. Сколько доел? Доел? О, до Ялты? А куда в Ялту? А сколько стоит-то? Да ладно, вам понравится. Поехали. Сколько? Две. Тысяча. Ну ладно, поехали. Полторы. Давай, смотри какой каприолин. Смотри, а? Не отставай. Ох, с ветерком прокачу. Прошу, прошу. Ну а как вообще в этом году? В этом году идеально. В море это просто парное молоко. И главное, ребята, девчонки сами бросаются. Вы подумайте сами. Спасибо. Ну так, поехали. Ребята, привет. Привет. А вы, случайно, не в Ялту едете? В Ялту, а вы? Мы тоже. Так может, вместе поедем? Ну там, за такси пополам. Нет. Конечно, лучше вместе. Обязательно вместе. Я же говорил, сами, сами садимся. Занимаем места согласно купленным билетам. А так. Ой, девочки, какой воздух, а? Прям голова кружится. А у меня тоже. Еще покачивает как-то. Это от поезда. Ненавижу поезда. Ну, зато мы, девочки, не разбились. И твой Сольцев не сможет снова жениться. Девочки, смотрите, какая красота. Горе. Ой, девчонки. Я хоть новый купальник выгуляю. И мужик этот такой вбегает, оглядывается, а меня нет. Ты смешной. Да? А вы красивые. Спасибо. Слушайте, девчонки, так может, вместе в Ялте отдохнем, а? Да? Ну, не знаю. У тебя друг такой серьезный? Да это он просто грустный минувший один впереди сидит. Так что, конкретные планы есть? Нет. Нет. Алик, вообще-то у нас конкретные планы. И номер всего один забронирован. Ух ты какой. А девчонки рядом поселятся, да? Ну? Так, ребят, вам что, квартира нужна? Могу организовать, а? Да. Есть отличный вариант. Просто у самого синего моря. Вышел и море упал. Джея, ты на дорогу подри. Да ладно, все под контролем. Боишься, да? Да. Слушай, подержи, а? Да что, поехали. У меня полно знакомых. Как это? Все лучше виние, а? Да что? Серьезно нужна квартира? Ну? Ну, смотря где. Как где? Я же говорю, в море. Друг, ты на дорогу смотри. Апартаменты. Пять. Пять звезд. А, нет, нам пять звезд не надо. Нам что-нибудь подешевле. Подешевле. Девчата, если я буду договариваться, это почти бесплатно. Командир, давай сначала нас завезем? Да ладно, что ты такой суровый. Люди отдыхать приехали. Дыши, весели, символито. По пути. Ну что, едем? Да, да, да! Если бы кое-кто не боялся летать, отдыхали бы сейчас на Мальдивах, как белые люди. Ой, девчонки, зато здесь все родное, все свое. Кукуруза! 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 Ой, смотрите, вареная кукуруза! Девочки, я сто лет не ела вареной кукурузы. И еще сто лет не будешь. Так, девчата, сразу же записывай. Пусть мы в Крыму, но мы будем жить как цивилизованные люди. Никакой кукурузы и никаких чебуреков. И вина. Прости, Господи, Изабелла. Прости, Господи, в корме, в облака, в облака, в облака. Решайте, жарики, уважайте! Прости, девочки! Отдыхаем, мальчики! О, Господи! Так, может быть, отдохнем вместе? Да мы сегодня как-то не в настроении. Я замужем. Я замужем. Так что, ребятки, отдохните без нас. Понятно. Девочки, чувства не дадут нам здесь покоя. А твой еще пожалей, что тебя одну отпустил. Опа! Все, приехали. Прошу. На выход. Прошу. За мной! За мной! О, нардисты! Здоров! Кто ведет-то? Понятно. Продолжайте. За мной! Степа! Давай девочек сюда, ко мне! На, вот яблочко снять! На, ну туда! Пошли за мной! Ко мне! Клавдинь, а? Клава! Проходи. Хорошо. Не принимай. Постоянься. Ну, проходите вот сюда. Вот, проходите. Смотрите. Все есть. Все отдельно. Лучше все равно не найти. Как ты бедненька. Да что ж за эти деньги? Вам что, золотые унитазы, что ли? Да у меня вся Москва отдыхает. Вы знаете, всех все устраивает. Ага. Море где? Да, где море? Ну, вот море. Я же говорил, совсем рядом. Действительно. Выходишь, сразу падаешь. Только лететь далековато. Пойдем, ребят. Ребят, да погодите, я… Ну, ничего. Сейчас еще в одно место. Прошу. Съездим. Красотища, пачки оближешь. Слушай, прошу? Семен. Отлично. Глеб. Очень приятно. Давайте нас сначала в гостиницу завезешь? Конечно, отвезу. Садись. Еще как отвезу. Только это… Еще в одно место заскочим? Потом заскочишь, мы торопимся. Э, куда торопимся? Люди отдыхать приехали. Дышите воздухом. Вперед, поехали. Опа! Девчат, нужно придумать план. Какой план? Отдыха, конечно. Чтобы не было обидно за бесцельно проведенное время. Нужно все хорошенько обдумать. Лично у меня план простой. Буду лежать и читать. Вот. Вот о чем я и говорила. Так. Сто лет одиночества. Ты что, серьезно? А что, я люблю Маркеса. То есть ты сюда приехала читать? А чем еще заниматься на отдыхе? Чудесно. Сто лет одиночества. Это же как-то символично. Юль. А? Юль, я знаю, чем нам заняться в ближайшее время. Чем? Ее личной жизнью. Моей личной жизнью? Да. Твоей личной жизнью. Потому что у тебя ее нет и мне жалко на тебя смотреть. Спинку намажь, пожалуйста. Ну что ж ты, командир? Больше не нарушай. Да ладно. Зря мы поехали это жилье смотреть. Ну, в общем, надо еще по триста рубликов скинуться. С какой радости? Ну, непредвиденной расходой. Понимаешь? Я же вас не могу бесплатно возить. А я, между прочим, вожу. Квартирку вот вам подыскиваю. А я тебя об этом не просил. А я тебя об этом не просил. Вот ты какой человек. Подставил. А теперь кусты. Я тебе подставил. А кто? Ничего себе. Торопится он. Давай, Семен, дави на газ. Давай быстрее, я опаздываю. Что, не так, что ли? А здесь, между прочим, скоростной режим. Я штраф заплатил. Так что деньги надо возвращать. Сейчас. Договорились за полторы. Значит, за полторы. Ах, вот ты какой. Вредный человек. Его тебя я не повезу. Давай, выходи из машины. Давай, давай, давай. Слушай, давай вести себя, как взрослые люди. А давай. Нет, ну взрослые люди себя так не ведут. Шеф, у нас проблемы. Я заметил. Да. Мужички, конечно, здесь без слез не взглянешь. Слушай, Мил, а как тебе вот этот? Который? Вот этот. По-моему, в твоем вкусе. Да, Мил, посмотри, посмотри. Девочки, я вам уже сто раз повторяла. Не нужны мне никакие мужички на курорте. Нужны, нужны. Ты просто боишься? Мил, ну правда, ну ты чего? Курортный роман, это же так романтично. Угу. Если бы я так сильно не любила Лусольцева, я бы обязательно здесь закрутила. Слушайте, девчонки, а курортный роман вообще считается изменой? Да. Ну если муж ничего не знает, значит не считает. Ага. Не, наверное, все-таки считается. Послушай, у тебя сейчас кто-нибудь есть? А, а какая разница? Большая. Когда у тебя в последний раз были серьезные отношения? У меня были серьезные отношения? Ну, я не помню, но были. Вообще-то не важно. Важно, потому что, например, я тоже не помню. А я помню, был Толик. Правда, давно ничего про него не рассказывала. А что с ним? Он женился. Да, но у меня с ним остались дружеские отношения. Я заметила, ты с ними дружишь. С мужиками ты. Вот они к тебе подкатывают, а ты с ними дружишь. Вечером пойдем на дискотеку и найдем тебе подходящего кавалера. Господи, зачем я только с вами приехала? Ну, доверься моему опыту. Я найду тебе ненавязчивого, умеющего ухаживать. Вот я считаю, для курортного романа это самое главное. Мне кажется, она сама должна выбрать. По зову сердца. По зову сердца, дорогая моя, она должна была весь опыт проваляться с Маркисом. С Маркисом? Это кто? Это что, испанец какой-то? Ты что, они ж горячие. Все, девочки, все, Маркиса не будет. Столик одиночества закончился. Мы на море. И мы будем зажигать. Спасибо. Спасибо. Ну. Многим чемоданом отставил они мне, как ластырь. Ничего, быстрее плавать будешь. Юмор. Именно. Ага. Добрый вечер. Добрый. Посмотрите, пожалуйста, я бронировал номер. Угу. Паспорт давай. Пожалуйста. Так, сейчас, минуточку. Восьмое время. Ну да, ваш номер готов. Очень хорошо. Очень хорошо. Забери паспорт. Скажите, пожалуйста, а можно узнать, в каком номере остановилась Юлия Усольцева? Усольцева. Двенадцать семнадцать. Двенадцать семнадцать? Да. Замечательно. А можно как-нибудь организовать номерок рядом? Нет. Точно? А так? Рядом нет. Есть этажом выше. Замечательно. Замечательно. Ну? Куличонки! Ну, как же классно! Вы снова здесь? Да! Да! А помните на первом курсе, как было весено? Ой, девочки, лагерь мы. Лучшие. Лучшие каникулы в жизни. Мила, лучшие. Лучшие! Лучшие! Девчонки, давайте за нас. За нас. За то, какие мы... Какие мы классные. И за то, что мы снова здесь. Вместе. Ура! 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 Какое шампанское вкусное. Я так давно не пила. Девушка, можно вас пригласить? Попробуйте! Ура! Да! Я не знаю. Я не знаю. Ура! 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 Девушки! Разрешите вас угостить? А почему бы нет? Ах, я чуть не сдох. Ну, не сдох же. Пойду проверю объект. Ну, извините. Простите. Простите, пожалуйста. Простите. Все хорошо. Что слышно, шеф? Олег! Какого это? Черт, ты подкрадываешься? Да я чтоб не слышно было. Зачем ты так подкрадываешься ко мне? Зачем ты вообще сюда пришел? Ты же только что подыхал наверху. Ты понимаешь, ожил. В воздух какой-то целебный. Ну, чего там? Ничего. Наверное, спят уже. Ага. Отлично. Тогда пойдем на дискотеку. Какую дискотеку? Подожди. Стоп, Глеб. Ну, Глеб. Ну, подожди. Ты не в себе. Ну, я тебя прошу. Да ладно? Ну, пойдем. Ну, все-таки спят уже. Ну, пойдем на дискотеку. Ну, я же тебе сказал. Я не пойду. Подожди. Подожди, Глеб. Шеф, так нельзя. Если тебе от шестнадцати до шестидесяти, и ты приехал летом в Крым, ты просто обязан пойти на дискотеку. Значит, мне восемьдесят. И вообще, я еще вещи не разобрал. Не, ну, это святодатство. Алик, ну, не хочу я. Отстань от меня. Ух ты. А я и забыл. Это… Зачем ты ее перетащил, а? Я не специально. Она в сумке с прошлого раза, когда в Чехию ездил. Мы с Маринкой собирались, а ее тогда с работы не отпустили. Вот дала мне с собой, чтоб не забывала, говорит. Ах ты ведьма, ну-ка дай сюда. Дай сюда. Зачем? Выкинь, ну, чтоб она тебя не сглазила, а то весь отпуск испортит. Я здесь не в отпуске. Какая разница? Дай сюда. Ты собирался на дискотеку. Вот и иди. Я сам разберусь, ладно? Я-то пойду. А ты пока подумай, чем там эта ведьма занимается, пока ты на ее фотографию пялишься. И с кем? Я, кстати, думаю, что она и в Чехию с тобой ни из-за работы не поехала. Иди ты на дискотеку! Что? Значит, точно не пойдешь. Нет. Зря! А может, мы продолжим наш танец в другом месте? Наш первый день еще. Спасибо, пьем сахаром. А ты помнишь нас эти местные ребята на команде в гору, Василиев? Так, тебе еще этот рыжий кадрился. Ну что, девчонки, как успехи? Нет. А у тебя вообще нет. Ты знаешь, я как-то не в настроении, да и миллион не подходит. Да-да-да-да-да. Ты уж, пожалуйста, мне подбери самого качественного и высокого. Этот тоже неплохой, просто, просто ему я понравилась. А какой это бокал по счету? Не помню. Черт, ей же больше трех нельзя. Юлька, поставь, пожалуйста, бокал. У меня зовут Жозефина. 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 Что, лохудры? Зажжем это болото. Уявилась. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова Ты кто? Жозефина. А я Сэм. Сейчас, милая. Ищи на фганайк. Да, я с другим. И уже давно. Чем там эта ведьма занимается и с кем? Она и в Чехию с тобой. Ни из-за работы не поехала. Чем мы только не занимаемся. Господи, ну мы же все грозные люди. Почему нет? Послушай, я беру над тобой шеф. И вообще, я не предлагаю тебе искать здесь мужа. Ну, кавалера на ощупь. Почему нет? Во-первых, это очень-очень полезно для здоровья. Во-вторых, повышает самооценку. Ну что, я неправильно говорю, что ли? Это вам одного столика. Вот видишь, это же очень приятно, кстати, ни к чему не обязывает. Открыть? Нет-нет, поставься. Мы еще это не допили. Нет-нет. Нет-нет. Подожди, а я что-то Юли не вижу. Пойдем. Пойдем. Идем. Я лечу! Софика! Во-вторых! Все, все! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ай! Чёрт! Простите, я нечаянно! Вы с ума сошли? – Больно? – Больно. Теперь синяк будет. Я не хотел, я не хотел, честное слово. Вот этим вы меня, что ли? – Ну да. – Ну-ка. Это что, ваша девушка? – Уже нет. – Понятно. Значит, бывшая. Меня зовут Глеб. Я вообще-то не собиралась с вами знакомиться. Я просто думал, может, могу как-то загладить свою вину. Ну, чем-то угостить вас. Как насчёт бокальчика шампанского? – Вы очень наблюдательный молодой человек. – Ха-ха-ха-ха. – Ха-ха-ха-ха. – Вперёд! Отнеси меня в свою хижину! – Ха-ха-ха. – Ха-ха-ха-ха. Нет, Соня, я не хочу. Я хочу к нему в хижину. Я хочу проснуться у него на плече, от первых лучей солнца. Девушка хочет ко мне. Вот когда проснётся, тогда и поговорим о твоих плечах. А теперь марш домой, слышь, полубога. Нет. Ч-ч-ч-ч. Сонечку нельзя злить. Соню надо слушать. У неё парень в тюрьме. А друзья ещё на воле. Хочешь, познакомлю? Поэтому давай, вперёд, но только до порога. Уж лучше грешным быть, чем грешным злыть. Напрасленное страшнее обличение. – Ну, чего ты орёшь? – И гибнет радость, коли её судить должно не наш. – Не ори. – А чужое мнение. Я влюбилась в Сэм. Он, знаешь, он такой… Ой, ну он меня так смотрит. – Я заметила. – Да? Да, заметила. Все, раздевайся. Ты знаешь, мне с ним родственные души. Я выйду за него замуж. Угу. Ты уже замужем. Да? Я замужем. Он поймёт. Он увидит, каким с ним родственные души, и всё поймёт. Ох, Господи. И приходим мы, значит, к ней. А там дома мать, отец, бабушка, в общем, ну, все в сборе. Вот такая. И она знакомит. Вот это Глеб. Мать такая, как приятно. Раздевайтесь. Проходите. Замёрзли, наверное. Я говорю, да. И тут я понимаю, что носков-то на ногах у меня нет. А ты что, их забыл надеть? Ну, я же говорю, я думал, что выскочу на пять минут. Как был дома босиком, так сон у ноги в сапоги и побежал. Ты разулся? Угу. Сделал вид, что так и надо. А потом сижу, думаю, вот уйду, а они будут обсуждать, что из-за бомжа дочь в дом привела с сапогами на боссу ногу. Очень стыдно было. А сколько тебе лет было? Да, лет семнадцать, что ли. Я даже не понимаю, зачем я тебе это рассказываю. Ой, а ты знаешь, это нормально. Я же тебе говорю, как профессиональная жилетка, в меня всегда все плачутся. Потом, знаешь, это как в поезде. Вот ты едешь со случайным попутчиком, ты можешь ему все что угодно рассказать, все равно он сойдет на какой-нибудь станции. И вы никогда больше не увидитесь. Знаешь, я тоже иногда хочу сойти на этой станции. Я тоже. Решимости не хватает. Ну так, за решимость. За решимость. Ужасно, конечно, мы выглядим, пьем из бутылки, как алкоголики. Да ладно? Да. Да? Что? Что? Что случилось? Поперхнулась? Ой. Я пойду. Подожди, а! А как тебя зовут? Ну, ты где ходишь-то? Я? Как-то я Юльку искала. Где она? Вон, дрыхнет. Ничего не успела натворить? Ой, только я нашла любовь всей своей жизни. Да ладно. Да, ну, думаю, обойдется. Да. Главное, чтобы мужа не успела сказать. Да вроде не успела. А у тебя как успехи? С кем-нибудь познакомилась? Я? Да. Да нет. Вообще нет. Ну, ты не переживай. Это наш первый день. Еще успеем. Игорь Руслан — На окно vaccinated в пятницу в пятницу в четвертихе. А где, по-другому, мы в пятницу в пятницу в трех. На окно-то неделю than we position, мы-то поймёте на окно-то неделю. На окно-то неделю. Кое-то одно-то неделю. О-то есть, что ли... Ком-то не с точки зрения. Здесь-то не смотрите. Станин У-то есть, что ли в пятницу? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ключи забыли? Нет. Разминаясь. А? Ну, тогда физкульт-привет. Спасибо. Как самочувствие? Я не знаю. Меня здесь нет. Странно. Уже должна была вернуться. А? А что вчера было? А что помнишь? Ничего. Мне кажется, случилось что-то ужасное. Или прекрасное. Жозефина! Жозефина! Мама. Жозефина! Жозефина! Эй! Куда лезем, юноша? Жозефина! Рано! Девушка еще не проснулась. Давай, изведи отсюда полубог. Обратно по балконам. Выходи, Идиан. Он ушел. Ушел? Уполз. Пойдем. Ну, а воздыхатель передал. Я была с Жозефиной? В полный рост. А с этим малолеткой у меня что-нибудь было? Носил на руках. Еле оторвала. Кстати, его зовут Сэм. Ой, мамочки. Сонечка, я не хочу везти ТВСМ больше никогда, никогда в своей жизни, ни при каких обстоятельствах. А что если Усольцев узнает? Кстати, я ему хотела вчера все сама рассказать. Рассказала? Да нет. Успокойся. Я была на страже, поэтому и твой Усольцев ничего не знает. Нет. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Сонечка, надо что-то делать. А, попалась? Все, все, все. Не бойся, я целоваться не полезу. Привет. Привет. Слушай, ну ты вчера так стремительно убежала, как будто бы я маньяк какой-то. А я вообще-то наоборот. Обычно у меня в первый день знакомства с девушками никогда ничего не получается. Я не в смысле близости, не в смысле секса. Нет, нет, вообще не в этом смысле. Я просто показалось, кажется, почувствовал, что мы нашли общий язык. Так, не тот язык. Никогда целовались язык, а еще раньше. Я в фигуральном смысле. Понимаешь? Все, я поняла. Вы вчера с моей сестрой познакомились. С сестрой? Ну да, да, да. У меня есть сестра. Мы с ней очень похожи. Она такая же. В общем, похожи мы. То есть, вы близнецы? Да, точно, мы близнецы. И нас всегда все путают. Ужас какой-то. Понятно. Значит, вы с сестрой приехали? Да, да, да. С сестрой и с подругами. Ну, они еще спят. Загуляли вчера. Вот. Ну и с тобой познакомились. Ну, она. Сестра. Ясно. Хорошо. Так, может быть, давайте теперь и с вами познакомимся? Меня Глеб зовут. А вас? Как-как? Меня? Жозефина. Ух ты. Правда? Угу. Сама до сих пор удивляюсь. Жозефина? Жозефина, повторяю, Ох. Парня торкнуло не по-детски. Сонечка, нам надо уехать. Пожалуйста. А мне кажется, вас вчера кто-то искал. Меня? Вряд ли. Хотя, не знаю. Я просто слышал, кто-то кричал. Мужской голос. Жозефина, Жозефина. Да? Ну, может, какую-то другую Жозефину звали. Да? Я и не знал, что это настолько распространенное имя. Ну да, имя действительно распространенное. Угу. Ну, имя же. Конечно. Вот. Ну, а сестру-то как зовут? Сестру? Сестру Милу зовут. Мила. Извините, надо ответить. Я в гостиницу побегу. Увидимся. Алло. Быстрей. О, Господи, что случилось? Эффект Жозефины накрыл. Мы сваливаем. Подожди, а вещи? Да я все собрала. Быстрее. Да, доброе утро. Как там моя жена? Нашли ее? Да, конечно. Все нормально. Не переживайте, Алексей. Я с вашей жены глаз не спущу. Поехали. Пойдем, пойдем. Я ж говорил, что я счастливый. Говорили, все номера забронированы, а тут бац, один освободился. 217-ый. Прибили прибыль. Наконец-то одни. Никогда! Порем. Порем. Я не сплю, я не сплю. Еще как спишь. Время к обеду, а ты пузом кверху. Знаешь, сплю. А если я уже встал, что-то опять переварил. Ловись, Рыбка большая и маленькая. Я не понимаю, что происходит. Слушай, чувак, я на отдыхе. Могу и лишь на часок покемалить. Я сейчас не про тебя. У Сольцевой в номере тишина. И на завтраке я ее тоже не видел. Может, они ранние пташки уже на пляже скакали, пока ты там за форсиночкой уевался. Ну, не понял. Я тебе говорю, я не спал. Эх ты. Вот видишь, морской воздух мигом излечил тебя от тоски и воспоминаний о Марине. Что за девочка, как зовут, понравилась? Да похоже, я ей не понравился. Ладно, неважно. Так думаешь, Юля уже на пляже? Ну, или спят, если ночью отжигали. Вот это самый паршивый вариант. Слушай, зря ты вчера со мной не пошел. Там такие девочки были, просто особенно одна. Не женщина огонь. Говорят, зовут Жозефина. Как? Жозефина? Серьезно? Вроде да. От нее флеиды перли просто башни сносные. Нет. Если б не один пассажир, который все время возле нее уевался, я бы не знаю. Я бы тогда… Ох, я бы… Подожди, а она на вот эту спортсменку случайно не была похожа? Да нет, ничего общего. А ты зачем спрашиваешь? Да так просто. Походу, дурят тут нашего брата. Ладно, пойду все-таки на пляже посмотрю. У меня шампанское больше не наливать. Ну, чего? Ничего. Пока свободных номеров нет. Черт, это уже третья гостиница по счету. И последняя. Жить будем тут. Отель хороший, очень мне понравился. Высокий уровень обслуживания. Здесь же номеров свободных нет. Успокойся. Завтра появится номер. Как раз наш размерчик. Угу. А до завтра мы что, вот здесь будем ночевать? Нет. Администратор предложил остановиться у ее тети. Говорит, там чисто. Девочки, давайте еще лучше гостиницу поищем. Так. Ты готова жить в санатории «Мелиоратор Заполярье»? Я — нет. Поэтому ночью перекантуемся, завтра переселимся сюда. Ай… А-а-а… А-а-ах! Увидел ли меня сейчас мой муж? Жанна! Попались! Ау! Есть тут кто-нибудь? Ой, здрасте! Ау, ау, мои хорошие! Вы тетя Жанна? Я. Мы от вашей племянницы. Да вижу-вижу. Тудыть, меня раскубыть. Хорошие какие! Ой! Вот только тебя, чё-то, подкормить надо. А так хорошие! Мужики сбегутся, как пчёлы на мёд. Только отгонять буду. Ну, проходите, мои милые. Заходите, заходите. Мне Виолка сказала, что вы, барышня, гламурный. Что вам надо, чтоб по высшему разряду всё было. Ну, хором у меня, конечно, нет, но насчёт чистоты не сомневайтесь. Вот, люкс уже занят. Антонина, как дела? Да дом казённый опять. А для вас не казённый. Ну, заходьте. Вот здесь можете отдыхать. Пожалуйте сюда. Две кровати. Третью я притащу. Хорошие евростандарт. Не то, что в наше время скрипучие были. Ну, чё, подходит? Ну, нормально. Сойдёт. Ну, так и слабенько располагайтесь. Давайте. Мне нравится. Ну, да. По-деревенски. На одну ночь сойдёт. Чёртой, как они так сидят? Фух. Точно она? Да она, она, я отвечаю. Что ты, с этой шляпы лица толком не разглядеть? Ну, а кто это может быть? Живёт в её номере. А может, это одна из её подруг? Дай. Да не, ну это вообще не похоже. Ты знаешь, ты на кого похожа. Кое, на кого похожа. Так вот, подруги, если мы с вами каждое утро будем сбегать из гостиниц, то наш отдых превратится в экскурсионный тур по отелям и частным скворечникам крымского полуострова. Я больше не буду, девочки. Правда. Вчера, конечно, было очень весело, но хорошенького понемножку. Правда, очень весело. Твой хохот, наверное, даже в Турции слышали. Да главное, что в Москве не услышали. Да, Юля? Поэтому нужно оттянуться по полной программе, но без последствий. И мужчин буду выбирать я. Я их насквозь вижу. Вот, кстати, девочки. Прекрасный экземпляр. Нравится? Нет. А, по-моему, то, что надо. Экскурсии, девочки, экскурсии. Воронцовский дворец, Массандра, Бахчисарай, пещерные города. Незабываемое впечатление. Девочки, а поехали по пещерным городам? Нет, пещерные города подождут. А вот рыбалка. Скажите, пожалуйста, это на одного человека? Просто как-то очень дорого. За яхту. Яхта до шести человек. А нас только трое. Если только к кому-то присоединиться. Собираетесь на рыбалку? Нет. Да. Собираемся. Но нам нужен еще кто-то. Ну, я мог бы составить компанию. Ну, вот, девочки, нас уже четверо. Первый раз встречаешь женщин, которым нравится рыбалка. Я не умею. И рыбок очень жалко. Но всегда мечтала научиться. Правда, Юлечка? А где он? Оля! Исчез. А где он? Оля! Правда, исчез. Подождите, девочки, я найду вам рыбаков. Слушайте, а может быть, он испугался таких оригинальных девушек? Прям мистика какая-то, а? Спасибо. Ваши чебуреки. Ой, спасибо. Спасибо. Ну-ка, супермодель, а ну-ка, попозируй еще. Попозируй. А, а? Какой хороший чебурек! Ой, какой, ой, какой хороший вкусный чебурек у нас, а? Ой, какой замечательный, замечательный чебурек нам принесли, а? Все, хватит. Хватит. Извините. Ну, что ты как мальчик? Да ладно, ладно. Если это Юля. Так. Где ее подруги? Да может, не было подруг-то. Наплела мужу, что подругами приехала, а сама с любовником кувыркается. Ты чего не ешь-то? Да не хочу. Запах какой-то подозрительный. Да ладно, нормальный чебурек я возьму? Смотри. Ладно, будем все делать по-взрослому. Угу, угу. Нужны компрометирующие снимки. Конечно. А еще? Спасибо, спасибо. А я не хочу знакомиться с рыбаками. Тоже мне нашла весельчаков. Сидят целый день и поплавок гипнотизируют. А ты никогда ни с кем не хочешь знакомиться. Ну, почему же? Вчера вот, например, познакомилась. Правда? С мужчиной? Нет, с дельфином. Между прочим, очень приятный молодой человек. Так-так, рассказывай, как все развивалось. Ну, стремительно. Даже целовались. А-а-а! Все, как вы меня учили. Да ладно, не может быть. Врешь. Может. Он тоже, девочки, в нашей гостинице остановился. С утра я с ним уже виделась. Ну, а потом мы с вами уехали. Ну, вот. Из-за меня у тебя сорвался курортный роман. Да не было бы никакого курортного романа, девочки. Потому что я ему сказала, что я — это сестры-близнецы. Почему? Ну, понимаете, он сегодня утром ко мне подбежал. Так. И я растерялась. Я стала делать вид, что я его не знаю. Но потом я, конечно, подумала, что это как-то некрасиво. Ну и сказала, что я — это не я. Ну вот, вот о чем я тебе и говорила. Ты хочешь знакомиться с мужчинами, но боишься начинать отношения. Потому что ты подсознательно ждешь отказа. Это все из-за неуверенности. Я в журнале читала. Так, давайте мы эту тему закроем. Знаете, ну, не больно-то мне он и понравился. Угу. Все. Идем купаться. Вот, значит, и пока не будут ужинать, я проберусь к ним в номер. Установлю пару камер. Да. Ну, а ты постоишь на шухере. Слушай, ты прям как в боевике каком-то. Шеф, ну, может быть, все-таки не будем торопиться, а? В смысле торопиться? Ну, в смысле, ну, добудешь ты компромат на жену Усольцева. Ну, перешлешь ему и получается все, миссия выполнена. Он вообще может с ней развестись. А это меня не касается. Я дело сделал и все, пусть дальше сами разбираются. Не-не, ну, как-то это безответственно. Что значит не касается? Еще как касается. Усольцеву больше ты не понадобишься, он возьмет и обрежет нам финансирование. А мы еще отдохнуть не успели. Так, ты знаешь, я вообще-то отдыхать не собирался. Собирался, не собирался, а сутренний спортсменочкой-то познакомился. А ты, глаза. Да, там и продолжение возможно, а ты его раз и все. Усольцев один, ты один, кому хорошо. Так, ты мне в помощники навязывался? Вот и помогай. Стой на шухере. Это моя работа, я ее должен сделать. Хорошо. Апу Петь съездил на курорт. На шухере постоять. Ой, попала. Привет рыбачкам! И рыбакам. А мы вас потеряли, куда же вы съездили? По морям, по волнам. Нынче здесь, а завтра там. Вас как зовут? Соня. Николай, на ты перейдем. А не спешите? О, спешим! И жить торопимся! И чувствовать спешим! А, вы любитель поэзии! Да, Николай? Николай! Куда он делся? Не заметила. Девочки, я вдруг он утонул. Так быстро они тонут. В самом деле, вообще, кто-то фокус, а? Ой, девочки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мама, только не это. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ? Черт! А-а-а! А-а-а! Павлик, кто это? Мужик, ты кто? Я? Электрик! А-а-а! А-а-а! Павлик, кто это? Мужик, ты кто? Я? Электрик! Да, посмотрел, разветочки, все работает, все в порядке, пользуйтесь! А я его видела! Павлик, это не электрик, он весь день за нами ходит! Мужик, ты кто? Так, ладно, только спокойно. Давайте разбираться, как взрослые люди. Произошло недоразумение, понимаете? Как взрослые люди? Сейчас я с тобой разберусь по-взрослому. Врежь ему, Павел! Паша, Паша! Старый! Полиция! Покойно, Паша! Стой! 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 Покойно! Ты как, нормально? Нормально? Павлик, давайте вести себя как взрослые люди! Я сейчас там, взрослые люди! Паша! 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 Ой! Пашенька! Паша! Пашенька! Паша! Пашенька! Что ж ты с ним сделал, сволочь? Извините, это недоразумение! Я же говорю, я электрик! Розетки проверил, все в порядке, пользуйтесь! Извините, ради Бога! Пашенька! Любимый! Алик! Алик, ты где? Я здесь! Живот прихватило! Меня из-за тебя в номере застукали! Извини, шеф, прям скрутило! Не мог предупредить! Жрать меньше надо! Да это все чебуречное! Травили гады! Чебуречное? Чтоб ты знал! Это Юля, за которой мы бегали целый день! Никакая не Юля! Какая-то вообще посоронняя особа! Не похожа даже ни капли! Мне ее мужик чуть не убил! В номере, когда увидел! Не убил! Не убил! Слава Богу! Кстати, я думаю, нам бы лучше отсюда съехать! Глеб! Глеб, ты куда? Глебушка, не бросай меня! Глеб! Алло! Алексей! У нас возникла небольшая проблемка! Да, ваша жена выехала из гостиницы, и сейчас я пока не знаю, где она! А-а-а! А-а-а! Ой, и? Отлично! Фантастика! Шикарно двигаетесь, девчонки! Особенно ты! А-а-а! Ручки при себе держи! А-а-а! Не могу! Не могу удержать! Так и тянутся! Так и тянутся! А-а-а! Николай! А-а-а! А куда вы все время исчезаете? А-а-а! Исчезаю? Ха-ха-ха! Ну, пока не скажу! Должна же и мужчине быть какая-нибудь тайна! А, по-моему, когда в мужчине какая-то тайна, это обязательно какая-то гадость! Гадость? Да! Очень остроумен! Ой! Ну, Николай! Что ты, а? Сейчас вернусь! Николай! Да, Лешенька! Да, любимый! А что ты опять звонишь? Ну, потому что я тебя люблю, скучаю! Я тоже тебя люблю! Ну, а чего ж спрашиваешь? Ну, просто мы уже разговаривали сегодня! Ну, и что? Да! Так, может, еще какие-то новости с тех пор появились? Знаю, все быстро происходит! Нет-нет, все по-старому! Купаемся, загораем! Вот поужинали! Да, кстати, ты знаешь, тут у меня знакомые собираются в Крым ехать! Вот буквально завтра! Да! Да, так вот они думают, может, в тот же отель, что и вы? Там как вообще, нормально? Алло! Юля, ты меня слышишь? Алло, алло, Лешенька! Забыл тебе сказать, а мы же оттуда уехали! Уехали? А почему, ну? Ты знаешь, там оказалось так шумно, и сервис! В общем, передай своим друзьям, я не советую! Очень! Средненько! Просто за меня миллиард разополярье какое-то! А-а-а! Странно, что ты мне не сказала! Да, любимый! Я просто каждый раз, как тебя слышу, у меня просто все из головы вылетает! Я так по тебе соскучилась! Я тоже, я тоже, дорогая! Ну и где вы сейчас? Мы? Мы тут! К рейзи! А в какой гостинице? Ой, ты знаешь, тут так смешно получилось, мы и домик сняли! В частом секторе! Да, действительно смешно! Может еще и с умывальником на улице? Да, с умывальником! Там прям умывальник, там очень по-деревенски все! Да, действительно, забавно! Ну ладно, любимый, я тебя целую! Я тебя целую! Давай, пока! Пока! Да? Согласитесь, это непрофессионально! Конечно! Это вы мне должны сообщать, где моя жена! Согласен! Как только найдете, сразу доложите мне! Да! И сообщайте мне о каждом ее шаге! Буду держать в курсе! Все! Дай связи! Слава Богу! Я уж думал, ты меня бросил! Держи, обжор! Юля с подругами в Кореи сумотали! Живут где-то в частном секторе! Адрес неизвестен! Заказчик мечет гром и молнией! А он сам у жены спросить не может? Не может! Не хочет, чтоб она думала, будто он ее в чем-то подозревает! И вообще говорит, что это я ему должен докладывать, чем его жена занимается! А не он мне! Логично! Что теперь делать? Мне так сердце колотится! Что случилось? Я ж ничего такого страшного не сделала! Правда? Я же Леша не изменила? Конечно, нет! Ты просто потанцевала! Да! Да и мне тоже так кажется! Я просто когда вру, мне начинает казаться, что я какая-то неверная жена! Так, подруги, а чего не танцуем? А сама? А меня вот Николай зовет купаться! Это так романтично! Ну, еще бы! Ночью водичка, знаете, какая фантастическая! Ой, Соня, я бы на твоем месте не ходила! А вдруг опять исчезнет? Да! Соня! Вон он! Вон он! Вон он! Вон он! Он! Я успела! Он в кусте сигнал! В кусте сигнал! Оля! Оль! Оля! 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 Здрасте! Добрый вечер! Здрасте! Здрасте! Оль! Оля! Ну что, купаться? Николай! А это не вас зовут? Да меня! Поэтому времени мало! Сторожить, Мегера! Оля! О, черт! Совсем мало! До завтра! Оля! Девочки, ну что за мужик пошел, а? Типичный рвалось! Ну хватит вам! Ха-ха-ха! Глебушка, подожди! Давай шевелись! Из-за тебя и так целую ночь потеряли! Доброе утро! Доброе утро! О! Смотрю, хорошо погуляли! Врагу не пожелаешь! Куда? Аэропорт, вокзал, кореиз! Ага! А куда именно? По ходу разберемся! Так вы жилье ищите? Смотрите, могу помочь! Есть местечко, закачаетесь! Главное, поближе к морю! Ага! Отдыхай, чебурек! Спасибо вам большое, дядя Жан! Очень у вас уютно было! Да не я на чем! Ну вы смотрите, если в этих четырехзвездочных отелях надоест, обращайтесь! Это вряд ли! Хотя у меня в связи с местами тоже плоховато! Это вам еще сильно повезло! Спасибо вам большое! До свидания! До свидания! Все, девчонки, поехали! Спасибо большое! Будьте здоровы! До свидания! До свидания! Спасибо! Ну, все, с Богом! О! Здрасьте! Здрасьте! Жан, звезда свободна! Есть! Конечно! И еще вам постель не остыла! Заходьте, заходьте! Ага! Ну, вот! Только девчонки съехали, сейчас я все это дело уберу! Сейчас постельки поменяю и располагайтесь! Так, это вам не надо! Ух ты! Ух ты! Идет? Очень! Вот! Потому что природную красоту, дорогой мой, не испортишь! Вот так вот! Чахлик! Тохлик! За мной лечиться! Ой! Кондиционер! Наконец-то! Хоть что-то похожее на цивилизацию! Мы, конечно, с вами совсем молодые, но с жизнью в сараях пора заканчивать! Ой! Ну а по-моему прекрасно! Угу! Ну что, друг любезный, полегчало? Прям как, как заново народился! А ты думал, милый! Если б ты знал! Давай добавлю! Сколько жертв чебуречных, спасущих тете Жанны! Соберись. Да. Где они становились, я не знаю. Так что ищем, смотрим, сравниваем с фото. Вас понял, шеф. Полевое дело. Значит так, ты в ту сторону, я в эту. Смотреть Вова. Встретимся у кафе. Это будет славная охота. Как! Паша, папа! Паша! Прости! Паша! 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 Нашел? Я тоже. Ладно, пойдем перекусим. – Знаешь, что я понял? – Что? Когда на женщине только купальник, ее очень трудно опознать по фотографии. Восприятие как бы искажается. Грудь поднимается вверх, и абсолютно меняется внешность. Понимаешь? Понимаю. То есть на лица ты не смотрел? Нет, смотрел, но в комплексе. Здорово, мужики. – Долик! – Алик. Глеб. Сами откуда? Я из Челябе. – Из Москвы. – С Москвы? В Москве все деньги. Но мы тоже не жалуемся. Давно здесь? Как девчонки? Сам смотри, глаза разбегаются. Смотри, некогда мужики. Всего три дня командировка. Мало времени. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Кажись, вон-то на меня запало, мужики. Ладно, до встречи, братухи. Может, за ним, а? – Привет, девчонки! – А работать кто будет? – Это Ляр и Челябе. Как зовут? – Разрывай. – А, так! Ну что, играй, встаем! Челяба, понеслась! – Здорово! – А-а-а-а! – Привет! – Привет! – Какие планы? На вечер? – Ну, не знаю, а что ли? – А, ну, не знаю, а что ли? – Опа! – Ой, смотри! Все-таки достали, а! Ух ты! А вот здесь я задержусь. – Привет, красавицы! – Не надо здесь задерживаться. Ух ты! Я ушел! Я из Челябе. Толик. – Откуда? – Челябу не знаешь. Это из Челябинска, Юля. Ага. Лена, молодец. Умная. Держи, Савьера. Господи, а что это? Это камень. Вау! Ты смотри! Тоже молодец! Сообразительная. Только камень непростой. Осколок метеорита. Слышали? Взорвался над моим домом. Осколок прямо над ухом. Послушайте, Толик, хватит заливать, а? Вы этот камень только что на пляж подобрали. Я видела. Ты смотри! Тоже молодец! Внимательная. Опа! Сами москвички? Да, как вы угадали. Знаю москвичек. Тонкие, как спички. Люблю таких. Ах, красивые вы, девчонки. Ух, и джинист на всех сразу. Ну, на всех сразу не получится. Я замужем. Ух, иди. Ужал. Ани? Ани нет. Ничего-ничего. Вечером на дискотеках поработаем. В барах посидим. Нормально. Ух, иди. Мужики! Мужики! Хорошо, что вас пошел. Короче, тема такая. Познакомился с классными девчонками. Их трое. Нас трое. Моя чушь, рыженькая. Договорились вечером вместе поушеньте, а потом… Их-ха! Девчонки, просто огонь, вы бы видели. Так. Вы где остановились? Да вот здесь, прям по улице. Вообще, отлично. Если что, можно к вам и завалиться, не отходя от кассы. Их-ха! Тогда встречаемся в шесть около бара. Давай пять. Мужики! Их-ха! Леди! Привет-привет. Привет. Я Селяма. Солик. Ничего не могу понять. Помаду потеряла. Не видели такая коралловая? У-у-у-у. Я ее, наверное, утром в том скворечнике забыла. Возьми мою какую-нибудь. Ну, зачем мне твою? У меня своих полным-полно. Мне та нужна. Пойду схожу, а? Ой. И не лень тебе из-за помады тащиться. А мне нравится. Между прочим, в Париже купила. Ну, если в Париж, то сходи, конечно. Здесь недалеко. Да-да. Так. Аккуратно, аккуратно. Давай. Вон еще вон, туп. Ой, добрый вечер. Ой, кто к нам пожаловал? Красотуля моя. А шо такое? Шо не понравилось в ихних отелях и решили обратно к тете Жанне? Вот незадача. А у нас уже все занято. Да нет-нет, все нормально. Мне кажется, в домике, где мы жили, я свою помаду оставила. Не видели? Помаду? Да не было вроде. А может, ты не здесь потеряла? Так у нас же вроде на тумбочке была какая-то. Ну, вы же сами сказали, что… А-а-а! Тю! Ну? Так я ж за… Точно! Я ж ее сама спрятала, чтоб она никуда не делась. Думаю, вдруг девчонки приедут, так я отдам. Ой, какой ты молодец, а! Вот не зря я тебя на ноги поставила, а! Хоть напомнил, дуре старой. Да чтоб ты был здоров в тридцать лет. Господи, щас, щас принесу. Девушка. Спасибо. Отбили. Да. Погодите, а мы раньше с вами нигде не встречались? Молодой человек, этот способ знакомиться про ту в тот же момент, как его изобрели. Да нет-нет, мне просто кажется, что мы… Ну, халуба моя, она? Она. Ну, а ты переживала. Спасибо большое. У тебя жена никогда ничего не пропадает. Это точно. О, здрасте. Извините. Девушка, а мы с вами раньше нигде не встречались? Господи, да нигде, нигде мы с вами не встречались. Точно? Точно. До свидания. До свидания. Мне тоже кажется, что я ее уже где-то видел. Вспомнил. Это одна из подруг Юли с фотографией. Стоп. Девушка, 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 мы с вами нигде раньше не пересекались? Не думаем. Я тоже не думаем. Я б не забыл. Но как забыешь такую девушку? Так приятно наблюдать за вашей походкой, что даже не решаюсь предложить вам сесть в машину. Какой вы не решите? Заставьте компанию. Прошу. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Куда ты прешь? Мне что, жить надоело. Ты? О, вредный человек! Здоров! А тебе куда? С тобой никуда. Ты че, обиделся что ли? Ну ты даешь, я вообще не обиделся. Даже долг тебе обращаю. Долг? Да. Ты нас выкинул посреди дороги. Ну, психанул. Че? Ну, бывает. Ну, какая между друганами терка может быть, а? Да ладно, ты не ломайся. Садись, садись. Ну, ладно, поехали. Опа! Куда? Вперед и побыстрее. Там кабриолет целый. Надо его догнать. Догоним, не боись. Че, твоя? Увел, что ли? Да, вроде того. Подожди меня здесь, ладно? Ага. Девчонки, идите сюда. Ну, как он вам? Да не знаю. По-моему, на Бархиндея похож. В общем, да. Типичный пляжный Казанова. Но мы же хотели развлекаться. Этот точно развлечет. Девочки. А как же Толик? Мы же договорились. Толик по сравнению с Георгием, как дворник. Ну, по сравнению с банкиром, поверьте моему опыт, я это точно знаю. Тот только хохмит. А этот красиво ухаживать умеет, сразу видно. И может быть, хорош в постели. Соня. Сонечка, ты что, уже в постель собралась? Пока нет. Но не исключено. Соня. Господи, ну мы же все взрослые люди. Почему нет? Для здоровья. Алло. Алексей, все нормально, я их нашел. Поздравляю. Как вам это удалось? Ну, я же профессионал. Отлично. А где они? Что там за халупа? Халупа? Да нет. Апартаменты довольно приличные. Четырехзвездочный отель. Четырехзвездочный? В частном секторе? Нет, это не частный сектор. Простите, не могу больше говорить. Продолжаю наблюдение. Я так и знал. Я так и знал, что вы такой шикарной женщины, как Соня, и подруги. Прекрасно. Спасибо. Прошу. 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 Поехали. Прошу. Вот. Все. Давай за ними. Ага. Нам сюда. Вот на эту красавицу. Красивая. А мы что, куда-то поплывем? Ну, нет, конечно. Мы полетим под парусами. Прошу. Ой! Дорогая. Как-то мне все это не нравится. Здесь так тихо. Никого нет? Теодор. Федя, знакомьтесь. Наш отважный капитан. Его знает много дам. Здравствуйте. И влюбляются. Федя хоть с виду и страшный, но обаятельный и добрый, когда не злой. Поэтому не будем его злить. Да, Федя? Команда на борту, капитан. Отплываем. Ну что, тут? Ага. Уплыва? Ага. Вот так вот, женщины. Нет имбиры. Ладно. Отвези обратно. А зачем обратно? Давай тогда за ними. Как за ними? По морю? Да почему по морю? По земле. Я дорогу знаю. Даже ближе будет. Серьезно? Да. Так погнали. Что ж ты… Вот женщины. Тихо-тихо, Георгий. Не так быстро. А чего медленно-то? А чего торопиться? Я люблю, когда все медленно, с паузами. Ага. Играешь мужчинами. Ничего, мне нравится. Федя, а ну, заглуши мотор. Мы море послушаем. Ты красивая. Спасибо. Ничего. И ты красивая. Я замужем. Я тоже. Мне такие нравятся. Стоишь в открытом море? Угу. Мне кажется, что во всей вселенной никого. Ничего. Только ты и стихия. Небо. Море. Море. Рыбки. Да ты бает. Ага. Федор, вы прекрасный молодой человек. Ага. Но давайте мы как-то не будем форсировать. Чего тут форсить-то? Я чисто так отдохнусь. Пойдем. Федор! Федор. А расскажите что-нибудь интересненькое. Да. Да. Вы расскажите, пожалуйста, что-нибудь интересненькое. Зачем? Ну, как-то зачем? Вы наверняка очень много знаете. А вам видно. Сонечка! Соня! Что интересно, там Соня делает? Сонь! Сонь! Это было два года назад. Отец заболел. Умирать собрался. Говорит, умру завтра. Или послезавтра. А через год придет собака черная. Но вы ее не гоните. Это я буду. И что ж, пришла собака-то? Да ходят тут всякие. Ходят и ходят. Да не умер отец Федора. Жив до сих пор старый морской волчара. Захватывает, правда, не по-детски. Очень интересная история. Тихо. А что это? А это, моя дорогая, поют наши друзья. Федя, заводи мотор. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Осторожно. Спасибо. А все-таки куда мы приехали? Мы приехали к очень хорошему человеку. К другу. А у друга сегодня день рождения. Соня! День рождения? Подождите, но мы же без подарка. Да вы сами подарок. Сонечка. Пойдем, милая. А ну, минутку. Поговорить нужно. Давай не долго. Да, господи. Слушай, мне это совершенно все не нравится. Сейчас тому другу еще нас в рабство продадут. Ты думаешь? Я не знаю. Самое страшное, что мы не знаем, где мы находимся. Вот ты знаешь, и я не знаю. Нет, я не знаю. Мила, иди сюда. Георгий, где ты взяла таких красивых девушек, а? А? Судьба свела? Злодейка. Здравствуйте. Здравствуйте. Милос, прошу, наше скромное жилище. Лёлик. Соня. Очень приятно. Просто Лёлик. Прошу вас. Что? Просто Лёлик? А у нас все, все по-простому. Мила. Очень милое. Имя мое, Мила. 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 Здравствуйте. Только вас и ждали. С днем рождения, Юля. Ах ты мое солнце. Я вас прошу. Беру, беру, беру. Слушай, я вот эту вот козочку беру. Как скажешь, Ленок, хоть все, дорогой, дорогой. Очень милый старичок. Так мы что стоим? Милости прошу к нашему сразу. Проходим, проходим. Угощаемся, чувствуем себя как-то и гуляем. Георгий здесь каждая собака знает. Он с Лёликом дружит. Сто процентов сейчас у него. Вот. Лёлик день рождения празднует. Не знаю. Недели две уже. Вот Георгий-то его курортиц и поставляет. А кто такой Лёлик? Лёлик? Лёлик — это большой человек. Мафия. Мафия? Хуже. А что стоим-то? А все, приехали. Дальше пешком. Слушай, давай вот здесь. Пошли. Видал? Дамина. Начальник санитарной инспекции. Большой человек. Ты же сказал, мафия. Это хуже, чем мафия. Вот смотри. Ты хочешь шашлычную открыть? К нему. Чебуречную? Опять к нему. Ресторан? К нему. Туалет закончишь открыть? Опять же к нему. Ну, судя по Чебуречным, плохо эта инспекция работает. Как это? Плохо. Это мы с тобой плохо работаем. Поэтому у нас такого дома и нет. А у него Виш. Есть. Ладно. Тогда пойду в гости схожу. Да куда ты? Погоди. Погоди. Там без приглашения нельзя. Там чужих не любят. Да погоди ты. Пучка-то зимнеет. Ты не пугайся. Они ж вареные. Ешь шашлык. А? Вы знаете, мне бы руки помыть. Давай. В доме есть. Прямо и направо. Да. Соня. Сонечка, пойдем руки помоем. А, да. Мы скоро. Знаю-знаю. Девчонки по одной в туалет не ходят. Ужас какой-то. Ты на них посмотри. Это же рожи бандитские. А этот Федя шашлык ешь. Ужас. Все. Хорошие, нормальные ребята. Георгий очень галантный. Хозяин респектабельный. Только, правда, этот Федя какой-то такой недотепистый. Может, он гигант в постели. Кстати, ты ему очень понравилась, мне Георгий сказал. Спасибо тебе большое. Сейчас тебя очень успокоило. Успокойся. Мне только страшнее стало. Успокойся, сказала. Да спокойно я, спокойно. Сонь, ты понимаешь, что они нас изнасилуют и убьют? Да никто про это не узнает. Все. Хватит. Посмотри на меня. Все тут в порядке. Я этих мужиков как букварь читаю. Как только надоест, я скажу Георгию, нас увезут в отель. Ты уверена? Уверена. Пойдем. Ой, не нравится мне все это. Ну, что с ним? Да все. Готов. И что делать? Что делать? Что делать? Выносить! Брось! Да вы за ноги! Какой за ноги? Под руки давали! Да держи ты! Да держу, держу! Черт, господи! Они что, менты все такие тяжелые? Или этот один такой жирный гад? Давай аккуратней. Они его убили. Я же говорила. Убили. Игорь Михайлович. Убили. Здорово. Привет. Вы не мая начальника. Он хоть живой? Да вроде живой. Выжил столько, что я бы, наверно, сдох. Ой, мать! Леля, где? Там, за столом. Долгих лет от меня лично. И от личного состава. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Значит так, берем Юлю и быстро отсюда уходим. Да куда мы уйдем? Я не знаю. Надо делать вид, что ничего не происходит и попросить нас увезти в отель. Да-да, увезут тебя. Как же? Петь идет. Да куда ты? Он там и будет искать. А куда? Куда, куда? Сюда, сюда. Мила! Мил! Мила, давай выходи. Мил, ты че шашлык не будешь-то? Мила! Черт! Нет, 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 вы не спорьте. Вы обязательно должны это попробовать, потому что вкус, вот вы не представляете, он, он умопомрачен. Не пойди, ну просто шампанского просто совсем нельзя. А это не шампанское, это амброзия. Мне все равно нельзя. Я, понимаете, я от шампанского становлюсь совсем, совсем другим человеком. Как и мы все. Мила, ты где? Пойдем, пойдем, я там все приготовила. Куда пойдем? Мил, Мила. Где приготовили? В моей маленькой уютной спальне. Мила. Пойдем, пойдем. Смотрите, пройдем. Мило, эстонии. Мила. 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 Перпобед. Пойдем. Вроде ушел. Да. Спускаемся. Да. Ну, Лик, вы не понимаете, если я стану другим человеком, это очень плохо будет. Я совсем не собой становлюсь. Как оборотень? Да. Как оборотень. А особо родним у меня никогда не было. Он Юльку домогается. Точно. Пойдем, пойдем. Туда, туда, туда. Тихо, тихо, тихо. Быстрее. Тихо. Они убьют ее, изнасилуют, понимаешь? Что делать? Я не знаю. Удумаю. Надо что-то. Я знаю. Я его вырублю. Послушайте, Юлька, вы меня, наверное, неправильно поняли. Вы мне, в принципе, очень симпатичны. Но, понимаете, я замужем. Так что… На этот счет можешь вообще не беспокоиться. Мне все равно, замужем ты или нет, я ж не жениться до тебя собираюсь. Ну, так вот, мы сейчас выпьем с тобой шампанской, порезвимся. Чуть-чуть пили. Что вы такое говорите? Хватит, косточка моя. Не раздражай меня. Мы сейчас сделаем друг другу хорошо. Все. Раз и разбежимся. А то сейчас нервничает, но и хуже будет и тебе, и меня. Что? Подожди, кто это? Давай, иди сюда. Подожди минуту, пока приготовься. Все, 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 все. Стой! Девочки! Он маньяк? Ты уже поняли. Значит так, ты его отвлекаешь, а я сзади подбегаю и буду с лукой по голове. Ты что? Ты не сможешь ударить бутылкой? Что? А вдруг ты его убьешь? Ну, а что ты предлагаешь? Окно. Я предлагаю сплететь через окно. Все. Точно. Спустимся по простыням. Ага. Не надо по простыням. Здесь есть лестница. Стойте! А откуда здесь лестница? Может, ее специально поставили? Это ловушка. Нет, нас, наверное, разыгрывает. Все, хватит болтать. Сматываемся. Моя девочка решила стать послушной и ждет своего папочку в кроватке. Ку-ку. Ку-ку. О! О! Ку-ку! 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 Помогите! Помогите! Обороть в мужика превратилась. Помогите! Обороть в мужика превратилась. Девочки! Давай-давай-давай-давай-давай! Быстрее, быстрее! Все сюда! Лелик разбился! Ай! Соня, Сонечка! Все же в порядке? Я не могу больше бежать. Ой, господи, я тоже не векла. Ой, господи. Хорошо, хоть без колыбков пошли. Я платье провала. Я тоже, кстати. Сплавали на яхте. Романтика! Я ори. Вдруг нас кто-нибудь услышит. Мне кажется, мы же достаточно далеко ушли, нет? А я не думаю. Вообще хочется понять, где мы находимся. Девочки, вы хотите сказать, что мы потерялись, да? Нет, тихо. Сейчас разберемся. Мама! Юля! Девочки, мы пропадем здесь. Девочки, мы погибнем здесь сейчас. А у Сольцев снова женится, да? Обломится твой Сольцев. Крым маленький. Куда-нибудь довыберемся. Так, девочки, надо думать. Надо думать. Думать, думать, думать. Если нас сюда везли по морю, значит, море где-то рядом. Мы на юге. Ну, Крым на карте он же такой. Так, внизу юг. Девочки, я помню. Север-то там, где мох растет на деревьях. Значит, юг-то там, где мха нет. Значит, нужно искать мох, да? Девочки, девочки, это мох! Я, я нашла! Я нашла, девочки! Нет, это плющ, Юля. Да не надо искать мох. Вот тропинка. Точно. Пойдем по ней. Куда-нибудь да выйдем. Побежали. Стой. Вот глаз выкреп. Мама! 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 Господи! Что это? Что ты орешь? Как бешеная! У меня чуть сердце не разорвалось! Мы на кладбище. В кладбище. Господи! Господи, мамочки, как страшно! Я с ума сошел! Распокойся, слышишь? Распокойся. Ничего страшного нету. Мы на кладбище, ну и шоу бывает. Я мертвых поюсь. Тихо! Нет тут никаких мертвых. То есть, то есть, они все мертвые. Ну, короче, что они тебе сделали? Они же все умерли! Надо валить отсюда быстрей! Про кладбище? Значит, люди где-то недалеко. Тихо! Слышите? Что? Слышите? Где? Девочки, я сейчас умру. Нашла самое подходящее место. Тихо! Тихо! Не двигаемся! Пётик! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Сладенький! 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 Может быть, это Визен Папа! Кто? Помните, он же должен был в собачку превратиться? Он же вроде не умер! Может быть, тогда еще что-нибудь, папа? Девочки, это собака! Собака? Это просто собака! Мы не должны ей показывать виды, что мы ее боимся! Пойдемте! Стойте! Стойте! Подождите! Нет, ты извини! Подождите! Подведите нас, пожалуйста, к людям! Девчонки, вы так бежали, что, привидения, что ли, видели? По кладбище гуляли! Вы заблудились! Отдаете! Куда вы едете? Так, в Крис! Может быть, вы нас везете до отеля? Не, ну это можно, только как хозяин скажет! Хозяин! Подвесите нас, пожалуйста! Мы вам будем очень благодарны! Да-да, да-да, конечно, да, да! Мы с вами нигде не встречались? Нет, не думаю, нет! Соня, отстань от молодого человека! Правда, Соня, хватит уже на сегодня! Все-таки, мне кажется, мы где-то с вами встречались! Нет, не встречались! Поехали! Поехали! Какие интересные случайности на отдыхе происходят! Вот я-то повидал! Поехали! 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 Опа! Спасибо вам большое! Сколько мы вам должны? Что вы, девчанки! Ничего не надо! Охозяин заплатит! Верно! Да-да-да! Разумеется, да. Давай сразу расплатимся. Три пятьсот, 50 с тебя. Сколько? Ну, ладно, как постоянному клиенту. Три пятьсот. Погоди, погоди. Мы с тобой ведь целый день ездили. То там, то вот за… Ну, ладно, ладно. Все, хорош, согласен. Поехал. Давай. Я вспомнила. Мы ж только вчера встречались с тетей Жанной. Правильно, да? Да. Конечно. Действительно. Надо ж какое совпадение, а? Ага. У… Удив… Удивительное. Ну, все. Спасибо вам большое. Я пойду. Ноги ватные все-таки. Спасибо. До свидания. До свидания. Да поехали уже. А? Поехали. Три пятьсот пятьдесят. Три пятьсот пятьдесят. У-у-у-у. У-у-у… У-у-у… Только она, это, куда-то потерялась. А-а-а! Нам ничего не нужно. А-а-а! О, на отеле черти что? Господи, кто там еще, а? Что происходит? Эти? Эти? Ну, это просто возмутительно, товарищи полицейские. Вы вот его, его арестуйте, а? И вот вашу Лёшку тоже арестуйте, пожалуйста. Он меня изнасиловать хотел. А-а-а! Давай, двигай! Нет, 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 я не могу. Давай, двигай, не таких поселений. Я бежать не смогу, я бежать не смогу, пожалуйста, пожалуйста. Давай, 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 двигай. Пожар! Нет, нет, нет. Отбросьте! Отбросьте, вы нарушаете наши права! За превышательных полноченков, как ты готов! Пожар! 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 Значит, покалечили гражданина Пащенко. Кого? Лёлика. Леонида Ивановича, такой уважаемый человек. Упал с лестницы, сломал руку, два ребра. Мы-то тут при чём? Да вот, гражданин Пащенко, очень уважаемый человек, утверждает, что некая Юлия превратилась в мужчину и столкнула его с лестницы. Что? Вы знаете, это уже бред. Я? Мужчину? Товарищ офицер! Ну, вот вы сами понимаете, что вы несёте. Это полный бред! Она превратилась в мужика! Ну, вообще, я не знаю. Не, ну, конечно, она не превращалась. Конечно! Конечно, она ни в кого не превращалась! Я не превращалась! Скорее всего, это был их сообщник. Какой сообщник? Не было никакого сообщника! Хорошо, товарищ офицер, я вам сейчас всё объясню. Этот человек обманом затащил нас к себе на яхту и… Сядьте, пожалуйста. Вас пригласили в гости. Лёлик Леонид Иванович, очень-очень уважаемый человек… Он хотел меня изнасиловать. Обманом затащили нас в этот дом и хотели надругаться над нашей подругой. Сядьте, вас приняли всей душой. А вы… А вы ещё и сообщником… Да не было никакого сообщника! Шелла! На место! Сообщника вы тоже на яхте привезли? Да. Нет, ну… Возможно, он как-то пробрался. Не было никакого сообщника, я же говорю. Я ни в кого не превращалась. Я не превращалась ни в какого мужика. Посмотрите на меня. Какой же у меня мужик? Никакой. А этому Лёлику всё по пьяни привиделось. Да вы… Это точно. Да вы знаете, что они вообще человека убили? Полицейского! Точно, точно! Как я могла об этом забыть? Мы видели? Что видели? Да что, вот такой вот они труп вытаскивали? Да брешут. Да импровизируют на ходу. Мы видели! Товарищ майор, извините. Тут гражданочки утверждают, что видели убийство сотрудника. Ну, что, шеф, не желаешь подкрепиться, а? Угу. Давай, вставай, смотри какие желтки натуральные, деревенские. Поднимайся, ну. Опа. Что? А где Челяба? Слушай, бог его знает, я проснулся, его уже не было. Но деньги все на месте, я проверял. Ты куда делся? Ускакал за этой рыжей с концами. Я уж волноваться начал. Ай. Ну, нашёл их? А? Ты помнишь девушку, с которой ты меня видел на пробежке? Ну. Ну вот. Это третья подруга Юли, Мила. Иди ты. Угу. А как же ты её не узнал, раз у тебя её фотография была? Ты видел эту фотографию? Там прическа «Шесть часов в салоне красоты» называется. И потом, заказчик сказал, что её зовут Люда, а она… А они её зовут Мила. Нет, ну, если она тебе не представилась, тогда конечно. Угу. Ну, ты сыщик, а. Да ладно тебе. Сейчас, умоюсь быстро. Ай, как вкусно. Давай. Ну, что тут у тебя? Да. Эти три гражданки вчера вечером были у господина Пащенко. И утверждают, что видели, как оттуда выносили труп сотрудника полиции. Что-что? Эти трое вчера вечером были в доме у Пащенко. Да, точно. И видели факт вынесения трупа нашего сотрудника. Это правда. Вы? Да. Это же вы. Это же вас вчера выносили из дома. Девочки, точно. Точно. Это вот этот вот труп. Вот это церковь. Тоборотни. Теперь труп ожидающий. Ясно. Кацуба, вытянь минутку. Есть. Значит так. Произошло большое недрузление. Но я думаю, что вчера вечером из всех здесь присутствующих в гостях у господина Пащенко никого не было. Ясно? Свободно. М-м-м. Вкуснотища. Спасибо, дружище. А, я говорил, спасибо скажешь, что я с тобой поехал. Скажу, скажу. Даже не знаю, что б я сейчас сделал, если бы не знал, что ты мне можешь подменить. Подменить это значит в что? Я имею в виду, что за Юлей с ее подругами нужно продолжать вести наблюдение. Ну вот, продолжай. Нет. Меня они теперь знают в лицо. А смысл скрытного наблюдения в том, что оно скрытное. Понимаешь? Так, ты что же хочешь? Чтоб я? Конечно. Не-не-не, мы так не договаривались. Валик? Не-не-не, дружище. Так, зови меня шеф. Слушай, Глеб, ну прекрати, ну я же… Ну, мы друзья? Да. Друзья должны помогать друг другу, правильно? Да, конечно должны, конечно, но я же от всей души. Ну, Глебушка, я сегодня провел самую страстную ночь за последнюю пару лет. Это Оксана, она же… Огонь! Спасибо. Друга на бабу променял? У меня после вчерашнего вообще настроения никакого. На море не хочется. Вообще ничего не хочется. У тебя тоже? Что? Тоже настроения никакого? Угу. Настроения, да. Никакого. Слушай. Ты помнишь того парня в такси? Которого Сонька встретила? Угу. 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 Да, вот это совпадение. То есть, он живет у той же самой тетки. И мы его встретили, черти где, на дороге. Вот, в том-то и дело, что это не все еще совпадения. Это тот самый парень, с которым я первый день, ну, познакомилась. Да ладно. С которым ты целовалась? Ну, да. То есть, получается, он за нами прям по пятам идет? Вот и я думаю. Разве бывают такие случайности? Нет. Нет. Не бывает. Это не случайность, я тебе точно говорю. Это судьба. И главное теперь, девочки, чтобы о наших полицейских говорили. Не говори. Почему? Мне кажется, это смешно. Ой. Только ты Соне не говори. Хорошо? Хорошо. А чего вы шепчетесь? Ты пластырь случайно не брала? Нет. Я пойду, тогда в номер схожу. Давай. Нога топорит после вчерашнего. Угу. Пошли. Я согласен. Ну, ну, Гурзов согласен. Да, Диубовушка, там замечательный Гурзов. Так мы сегодня пойдем? Так. Угу. 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 Алло. Это Усольцев. Да, здравствуйте, Алексей. Как там моя супруга? Вчера не мог дозвониться, говорит со связью что-то. Что там? Никакого криминала? Нет-нет-нет, что вы, криминала никакого. Ситуацию я держу под контролем. Веду наблюдение практически круглосуточно. Да, да вот буквально сейчас увижу. Практически перед собой. Добрый день. Здрасте. Алло. Алло. Это удивительно. Мы же именно здесь жили. Вы знали? Да? Нет. Я про вас все знаю. Что все? Вас зовут Глеб, и вам нравится Мила. Да? Да. И вы боитесь ей об этом сказать? Да? Да. Это так романтично. Ну, удачи. Здравствуйте. Здрасте. Слушай, чувак, я не знаю. Глаз не спускал. Клянусь. На секунду кто-то заслонил, и все. У меня галлюцинация. Нервное перенапряжение, это точно. Веришь, нет? Я прямо здесь и сейчас видел эту Юлю. Верю. Нет, серьезно. Я иду, а она навстречу. Угу. Все, у меня солнечный удар. Нет, девочки, я вас очень прошу, давайте мы договоримся, что сегодня мы ни с кем не знакомимся. Да? Да, да. Что, да, да? Если даже весь твой опыт будет тебе в ухо орать. Да, Соня? Ну все, Мила, мы же договорились. Просто потанцуем. Нет, 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 стоп. Мы просто потанцуем. Просто. Сонечка, слушай, а дай мне помаду, пожалуйста. Какую? Ну вот эту помаду, которая мне нравится. Я ее в номере оставила. Да? Ой, мне так захотелось ей накраситься. Может быть сходим в номер? А чего тебе так приспичило-то? Ой, очень захотелось, правда. У тебя все в порядке? Да. Да, она мне просто по цвету сейчас очень подходит. Слушай, Юля, а может ты беременная? Точно. Нет, ну просто у беременных всегда очень навязчивее желание. Нет, нет, конечно, нет. Сходим, Сонь. Ну, давайте я тоже пойду. Нет, нет. Ты здесь подожди, мы скоро вернемся. Пойдем, Сонечка. Добрый вечер. Извините, не хотел вас пугать. Просто искал, кому бы в жилетку поплакаться. Вам можно? Ну, попробуйте. Представляете, какая проблема? Познакомился тут с девушкой. Прекрасная девушка. Самое очарование. Очень она мне понравилась. Как-то так все легко пошло. Как будто сто лет друг друга знаем. А потом что-то случилось? Именно. Я никак не могу понять, что. Потому что на следующее утро она почему-то сделала вид, что она меня не знает. Более того, придумала, что она это вовсе не она, а ее несуществующая сестра. Несуществующая? Да. До сто процентов. Потому что не может существовать девушки по имени Жозефина. Ну почему? Я как раз знаю такую девушку. Серьезно? Ну она, правда, время от времени становится Жозефиной. Да-да-да, вот это так же. Время от времени. Только когда говорит мне, что в первый раз меня видит. Вы не знаете, почему она так поступила? Ну, девушки, они же странные. Может быть, она застеснялась. Может быть, растерялась. Может, вообще испугалась. Я думаю, она сама не понимает, почему она так поступила. А как вы думаете, у меня есть шансы снова встретиться с той девушкой? Ну, думаю, у вас большие шансы. Это очень хорошо. Привет. 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 Кто? Пока. Пока. Я пойду. Хм. Субтитры делал DimaTorzok Вчера ни с кем не знакомится. Мила, ну расскажи, как все прошло? Ну… Тактический маневр — это гениальный тактический маневр. Я фактически внедрился во вражеский стан. И теперь могу наблюдать за Юлей, и не бояться, что меня разоблачат. Мне не надо прятаться, потому что я теперь с ними на законных основаниях. И поэтому у тебя такая довольная рожа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спрашивай, дождусь ли я его. Ну и что, дождешься? Да нет, я скорее с первым встречным пойду. Разрешите представиться. Первым встречным. Я вас за язык не тяну. Извините, девочки, меня зовут Аркадий Тимофеевич. Очень приятно. Очень приятно. Позволите присесть? Да, да, конечно. Пожалуйста. Ваша доброта подобна вашей красоте. Господи. Просто глаза разбегаются. Аж не верится. Три красавицы, три крации. Но подошел я, подошел я в основном из-за вас. Вы безумно напоминаете мне молодую Любочку Полищеную. Я? Да. А вы что, были знакомы с самой Любовью Полищук? Естественно. Мы были очень дружны с ней, с ее мужем Сережей. У них здесь кормудача была, недалеко. Как-то милее. Боже мой, девоньки, как мы здесь зажигали. Сколько было вина выпито, сколько парамульки съесть. Сколько… Та-да-та-ра-та-та. Слушайте, а мы ведь с вами так и не познакомились. Ну, кто есть кто? Я — Мила. Мила. А я все тот же, Аркадий Тимофеевич. Очень приятно. Юля. Юленька, очень приятно. Очень. Соня. Соня, вас я уже целовал. Девочки, я здесь сторожил в этих местах. Я Крым знаю, как свои пять пальцев. Могу много рассказать, много показать могу. Ну, короче, лучшего гида, лучшего экскурсовода вам не найти. Ой, а мы как раз хотели поехать на какую-нибудь экскурсию. Да, да, да. Вам меня сам Бог послал. Доброе утро. Привет. Привет. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Глеб. Да знаем, мы уже знаем. Глеб, познакомься, Аркадий Тимофеевич. Я Аркадий Тимофеевич. Глеб, очень приятно. Ну, а мне как приятно? Аркадий Тимофеевич предложил нам экскурсию по Крыму. Отлично. Вы как все? Да. То есть, вы с нами, да? С удовольствием. Ой, какая радость. Ой, ну отлично. Поехали, да? Поехали. Внимание. Улыбочка. Теряем подругу. Теряем. Да отстань ты от нее. Все хорошо. У человека курортный роман. Да. Вот именно. Главное, чтоб курортный. Мила, вставай. А ты, случайно, не всерьез влюбилась? Не знаю. Но даже если всерьез, это же хорошо. Ну, а чего хорошего-то? Она ж по-человечески не умеет. Она либо не подпускает мужиков, а если подпустит, то влюбляется до одури. Сама говорила, что ей нужно завести серьезные отношения. Нужно. Но не здесь. Так, ты про своего Глеба что знаешь? Ну, он. Из Москвы. Кем работает? Ну, я не знаю. Ну, что-то там с компьютерами связанное. Вот. Вот, дорогая моя. Ничего она про него не знает. Может, у него жена и трое детей, а она дура влюбится? Да нет у него никакой жены. Была девушка три года, но они расстались. Это он так говорит? Да, Сонечка. Это он так говорит. И это точно. Конечно, точно. На курорте же женатых мужиков вообще нету. Одни холостые и любвеобильные. Просто имей в виду, Мил, он и ко мне клеиться пытался. Тогда я за помадой ходила. Как клеиться? Очень просто. Так и сказал. Девушка, мы с вами нигде не встречались. Вот так вот. Ну, Сонь, ну прекрати. Просто он тебя тогда видел в первый день и узнал. Ага. Конечно. Правда, Сонь, ты просто завидуешь, что у тебя такого романа нет. Я тоже завидую. Но мне нельзя. У меня Усольцев. Я завидую? То есть я завидую? Да я за нее переживаю. Она влюбится, а он мутный какой-то. В общем, так, Мила. Если у тебя к нему серьезно, нужно побольше про него узнать и вывести на чистую воду. Как? Привет. Привет-привет. А где Мила? А разве она не предупредила? О чем? Ей срочно пришлось вернуться в Москву. Ты пойми, здесь шиюк, здесь все по-другому. Да вот кто я дома? Да вообще никто. А теперь смотри, держи. Я обрел суперсилу. Я смогу запросто заговорить с любой девушкой. Смотри. Девчонки. Привет. Привет. Видал, а? Все почему? Глеб, потому что мы на море. Здесь у людей совсем другие мысли. Здесь все думают только о любви. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ты же слышал, что я сказал? Что? Мила улетела в Москву. А, ну да, ну да. Прости, слушай, что-то мысль ушла. То есть как, просто взяла и улетела? Угу. И тебя не предупредила? Подруги говорят, что какое-то срочное дело. Что, и телефон не оставила? Недоступно. Ну, понятно. В Москве, конечно же, у нее уже другой номер. Ты думаешь, она меня бросила? Да нет, конечно. Это Марина тебя бросила. А Мила просто взяла и улетела. Отпуск закончился, и все. Ну, слушай, ну а чего ты хочешь? По-моему, идеальный вариант. Вы прекрасно провели время. Теперь она улетела, и ты можешь запросто познакомиться с любой другой девушкой. Нет, если, конечно, захочешь. Я не понимаю. Все же хорошо шло. Почему она так? Слушай, Глеб, перестань грузиться. Ты же не собирался продолжать это в Москве. Да ладно! Анна! Алло! Мила! Алло! Извини меня, пожалуйста. Просто так получилось, что мне пришлось срочно улететь. Нет, нет, нет. Ничего страшного. Это по работе. Да. Ну, я еще вернусь. Что ты говорила? Ну, нет. Я хотя бы вряд ли вернусь. Хотя, может, и вернусь. Если там все быстро закончу. Да, точно. В Москве увидимся. Все? Да, да, да. Конечно, я это очень хочу. Давай, давай, закругляйся. Ну, все. Ты меня извини, ради Бога. Мне нужно бежать. Да. Я тебя тоже целую. Пока. Ну, вот и все. Молодец, умница. С одной стороны, ты сможешь в любое время вернуться, а с другой стороны, мне кажется, что Глеб в это не очень-то верит. Если ты была для него просто курортным приключением, то он сразу начнет искать себе героиню для нового романа. Мил, ну. Сонечка, ты меня, конечно, пожалуйста, извини. Но мне кажется, это глупо. Мила прекрасно проводила время. Ей было весело, ей было романтично. Зачем нужно было все ломать? Да она не умеет просто отдыхать. Ты посмотри на нее. Ты что, думаешь, я ее не знаю? Ну, ты посмотри. Она уже опять мечтает о любви до гроба. А когда она поймет, что любовь была не до гроба, а до конца отпуска, то у нее начнется депрессия. Что я неправильно говорю, Мил? Не знаю. Ну, видишь, а ты говорил, улетела и все. Нет, ну, это я описывал идеальный вариант. Идеал в жизни встречается редко. А может, я свое дело как раз и встретил? Да? Да. Слушай, а она вообще знает, кем ты работаешь, а? Как-то не заходил разговор. В Москве зайдет. Ты знаешь, даже если и зайдет, я не стыжусь своей работой. Да? Интересно, а что она скажет, когда узнает, что вы познакомились, пока ты следил за ее подругой? Нет, вот об этом ей знать не обязательно. Она может догадаться, когда муж представит Юле собранный тобой компроматом. Здравствуй, любимая, как дела? Ну, признавайся, ты давай. Сколько ты себе там уже кавалеров нашла? Лешенька, ну что ты говоришь такое? Я у тебя девушка скромная, верная. Бедная ты моя. Никто-то не обращает внимания на мою серьезную, верную девочку. Нет, ну как никто? Есть один, один очень интересный человек. Так, 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 а поподробнее? А, зовут Аркадий Тимофеевич. Ишь ты, вот так дашь, по имени-отчеству. Нет, ну а как. Ему лет сто, наверное. Представляешь, он всех советских артистов лично знал. Ишь ты, может он и Ленина видел? Может ты видел. Я у него спрошу. Ну ладно, любимый. Я тебя целую. Ты там смотри, не балуйся, да? И я тебя занюю. Пока. Пока. Рогатки по обломать козлу старому. Да, дилемма. С одной стороны любовь, с другой работа. Сам кто-то круп получается. Если ты выведешь Юлю на чистую воду, тебе хана. Да нет, никакой дилеммы. Юля мужу не изменяет. А если изменит, что ты выберешь? Наложишь в Сольцеву? Ты прям мефистофель какой-то. Сдорий. Да. Что? Да я не пойму, почему у меня такое ощущение, что за нами следят? О, паранойя. Паранойка. Профессиональное заболевание у шпионов. Так что ты выберешь? Да… Слушай, странно, что Глеба еще нет. А вот зачем ему приходить? Мила же у нас уехала как бы. Зато мы есть. Поверь мне, я мужиков хорошо знаю, с этим Глебом явно что-то не так. Он как бы с Милой, с Милой, но все время старается нас поближе держаться. Поверь, мы ему об этом. Знаешь, Сань, ты такая умная, а я считаю, у них все хорошо. Я им даже немножечко завидую. Смотрю и не знаю даже. Туда вам лучше посмотри. Привет. Привет. Загораем? Загорали. Хотела вот искупнуться, это как-то не с кем. Может быть, ты составишь мне компанию? Я? Здесь глубоко. Нет. Да здесь, здесь очень глубоко, в самом деле. Не глубоко, да я… Держи меня. Я останусь здесь. Ой, так страшно. Просто плавать так и не научилась. Ну, может, пойдем ближе к берегу? Нет, 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 нет. Покрути меня. Покрути. Ой, как хорошо. Очень глубоко. Слушай, ты меня держи, пожалуйста. Держи. А может, ты научишь меня плавать? Давай. Научи мне плавать. Получается. Да. Ой, хорошо. Получается. Класс. Сонечка, а можно тебя на минуточку? Да. Ты что делаешь? Я его проверяю, не мешай. А спинку на нож, пожалуйста. Я? Да. Что-то голова напекло, наверное. Денек надо. Извини. Пока. Пока. Голову ему напекло. Ему что-то другое напекло. Ну, хватит, Выдрик. Ну что, ну хватит, Выдрик. А! Выдрик, можно тебя на минутку? Извините. Пойдем, пойдем. Ну чего, чего? Алик, мне очень нужна твоя помощь. А, не-не-не-не. Стоп! Твоя суперсила. Суперсила? Да. Ты помнишь Соню? Так. Соня. Ну такая вся. Так, ничего. Короче, мне очень надо, чтобы ты ее соблазнил. Что, с ума сошел? Зачем? В общем, представляешь, она вдруг стала на меня вешаться. Стоило Миле уехать, как она вдруг раз и все, опупеть. Да. Так это полностью подтверждает мою теорию. Ну да. Какую? Раньше ты ведь Соне по барабану был. Ага. А стоило тебе с Милой замутить, и твоя привлекательность в глазах женщины резко выросла. Статное чувство. Ага. Только мне вот, вот сейчас это очень мешает. В общем так, надо перенаправить активность Соне на… Нет-нет-нет. Пожалуйста, выручай. Ты соображаешь, что у меня там Оксанка? Да, Алик, последний раз. Я тебя прошу. Ты сможешь, дружище, сможешь. Я смогу, да, я смогу. Ты, главное, харизма, врубай и поуверей. Челяб оставил. Да, Челяб оставил. И это… Нет, я не смогу. Ты мужик. Ей только этого сейчас и нужно. Да, мужик, я, конечно, мужик, но я не в ее вкусе. В ее, как раз точно в ее. Мне Мила сама говорила, ей нравятся крепкие, коренастые мужики. А Пупеть? Да. А чего он тогда к тебе приставал, а? Ну, сам же говорил, стадное чувство. А, ну да, верно. А так ей нужен крепкий, коренастый мужик. Слушай, я же вроде не очень крепкий. Ты? Ты, мальчишка-репышка, вперед. Но это еще не все. В это время подтягивается Юра. Я… Юрий Владимирович Никулин. Тот самый? А вы как думаете? Вот, у него была беда. Он сломал себе руку, и она была у него в гипсе. Это его ужасно мучило, потому что ему хотел все время под гипсом почесать. Она у него ныла. А дрюля эта… А какой дрюля? Ну, Андрюш Миронов. Тот самый? Тот же, деденька, тот же самый. Приятного аппетита. Здарова. А ты, как всегда, вовремя. Я стараюсь. Как головка, не напекло? Спасибо, уже лучше. Аркадий Тимофеевич рассказывает, как Никулин руку сломал. Садись. Душерездирающая история. Садись. Дрюля эта вот так надоела. И он ему говорит, Юр, ты что своей рукой? Как будто она у тебя еще бриллиантовая. Ну, все там похитикали. И тут я говорю, ребят, а вы представьте себе, а вдруг там у Юрия Владимировича гипси, контрабандные бриллианты. И вот тут вот все начали по этому поводу фантазировать, искрить, шутить. Что имеем в осадке, а? Имеем чудный фильм «Бриллиантовая рука». О-о-о-о! На эту историю. Надо же. Вас, наверное, даже в титрах написали. Да. Нет. Мне это не надо. Это, простите, не мое. Ну, благодарный за блестящую идею Андрюша, конечно, устроил мне банкет в доме кино в ресторане. Здорово. Вот, знакомьтесь, это Алик. Оно и видно. Да, я Алик. Он давно попросил познакомить его со всеми. Жюля, очень приятно. А это Аркадий Тимофеевич. Ну, я так думаю, Алик, я вас меньше всех здесь интересую. А это Соня. А, кажется, мы где-то встречались. Точно. И не раз. Я вам еще помог помаду вернуть. А, да, незабываемый случай. А я так и не успела отблагодарить героя. Это она? В смысле, помада. Ей накрашена? Накрашена. Ну, вот вы меня и рассекретили, да? Ей накрашена. А пупеть. Так аппетитно выглядит. Прям съесть охота. Глеб, у вас друг само очарование. Он, он сейчас немного стесняется. Да вы что? Я даже волнуюсь. А что же будет, когда вы перестанете стесняться? Ой, не приведи бог нам этого увидеть. Юленька, пойдем-ка прогуляемся, мы ведь хотели. Да, да. Сонечка, а ты? Да нет-нет-нет, я здесь. Мне весело. С Аликом. Со мной не соскучишься. Это точно. Ну ладно, тогда до вечера. До вечера. До вечера. До вечера. Счастливо, увидимся. Что мы делаем вечером? Будем танцевать и выпивать. Я могу и то, и другое. Ну, насчет выпивать я не сомневаюсь, а протанцевать… Ну что, так, ну я тоже тогда пойду. Пока. Пока. Юлик, ожидаешь одного, одного! Совсем за руку! Юлик, я чувствую нашу близость буквально на каком-то молекулярном уровне. Серьезно. Мы так похожи с вами. Вот даже то, что мы приехали в этот рай, вы без мужа, я без своей жены. Так вы женаты. Ну, формально, формально еще да. Но, видите ли, мы с ней давно уже не близки. Я всю жизнь был близок к богеме. Я человек широких взглядов, а она, как это неприятно говорить, она просто обычная мещанка. Она хочет, чтобы я жил, как старик. Она меня своим темпераментом считает, стариком. А я еще… Ого-го! Держитесь, держитесь на меня. Сколько лет она, ваша ровесница? Спасибо. Вы знаете ли, практически… Юленька, она старше меня. Ну, а чисто документально, немножко моложе ей. 35 лет. Да. Сколько? Да. Так вот, 35. Это трудный возраст для женщины. Понимаете? Вся жизнь практически позадняя. Я еще, я вам говорил, я, ого-го, еще, слава богу, тут кинет гладь. Вот 45 бабы-ягодка. Я не могу сказать, еще не ступи. И тех, как вы знаете, под подружки ваши не случайно расприжали. У нас ее очень прижали. А мне есть, что сказать. Бывает много сказано, а к сердцу не пробиться. Но взгляд случайно брошенный, как целая страница. Как красиво! Да. А куда мы идем? Это… это потрясающее место, Юленька. Я здесь часто медитирую. Йогствую. Что? Йогствую. Я йогой занимаюсь. Угу. Это, Юленька, лучший пляж на побережье. Пляж? А я купальник не взяла. Да я так думаю, Юленька, что он вам вряд ли понадобится. Так это что ж, нудистский пляж? Ну, где-то по большому счету, Юля, да. Вас это смущает? Юленька, грех скрывать такие дела, как у нас, а? А вот так, а? А! А! Юля! Юля! Ю… Мещанка! Глеб, помимо! Там такое! Ой! Ой! А, я пойду? Вам, наверное, поговорить надо? Здорово! Вот так, значит, да? Срочное дело? В Москве? Ой! Ну, я понимаю. Все глупо очень. Глупо. Очень глупо. Я сейчас выгляжу. Я представляю, как вы веселились, когда все это придумывали. Нет, ну что ты? Мы как раз совсем не веселились. Знаешь, вообще можно было сказать просто, что ты не хочешь меня видеть, и все. Ну, Глеб, ну зачем ты так говоришь? Я, я как раз наоборот. Очень хочу тебя видеть. Да что ты! Ну, а зачем тогда весь этот цирк? Ну, как тебе объяснить? Мне страшно. Мне очень страшно ошибиться. Понимаешь? Ну, ты же мне сам рассказывал, что тебя недавно бросили, и я тоже боюсь довериться. Опять. Вот. Так, ты меня проверяла? Странные ощущения. В первый раз стал объектом чьей-то слежки. Слушай, а зачем ты-то за Юлей следил? Тьфу, я за Юлей следил? Да, ты за Юлей следил. Да. Что? Потому что я подозревал. Что? Что ты меня обманываешь. Ой, да ладно. Да, я подозревал, я сразу понял, что с этим отецом что-то не то, и оказался прав. Какое коварство. Ну, все, ну, хватит, ну, прекрати. Мне и так стыдно. Я больше не буду. Честное слово. Вообще, я поняла, это такое ужасное занятие следить за кем-то. Прям чувствуешь себя каким-то бэ, децемером. Мир. Клянусь тебе, здесь такие экземпляры попадаются. Ну, я тебе пришлю фотографию, я думаю, что он где-нибудь в кадр попал. Ему лиц стоишь, серьезно. Лешенька, любимый. Ну, я, я, я тогда тебя целую. Привет. Да, жди фотку. Пока. Привет. Я вернулась из Москвы. Поздравляю. Все хорошо? Наконец-то, ребята. Я так за вас рада. Спасибо. Ой, Глеб, а ты можешь показать, что ты нафтографировал? Зачем? А, ну, как зачем? Ладно, не скромничай, мы же не на выставку это отдаем. Нам на себя интересно посмотреть, да, Юля? Ну, конечно. Тем более, я всегда хорошо получаюсь. Может, я отберу те, которые получились, а потом... Слушай, а давай мы с вами отберем, можно? Да. Ну, пожалуйста. Так-так-так. Держи. Так. Ой, Глеб, ну ты зря прибеднялся. Очень хорошие фотографии. Вот на этой очень хорошо получилось. Спасибо. Это очень смешно. Да уж, Аркадий Тимофеевич во всей красе. Слушай, это нужно у Сульцева показать. Пусть посмотрит, какие у его жены кавалеры. Ой, опять ты. И опять ты. Ой, это хорошее. Мне нравится. Да, хорошее. Это тоже. Смотри-ка. Глеб, слушай, а ты можешь мне все это куда-нибудь скачать? Скачать? Что, прям все? Ну, тут довольно многовато. Да, действительно, очень много. И в основном, на всех ты, Юля. Наверное, потому что фотогеничные. Да, я говорю, я почти всегда хорошо получаюсь. Ну, или просто фотографу нравишься. Фотографу? Фотографу? Давайте так, я все объясню. Я это фотографировал не для себя. А для кого тогда? Для Алика. Дай поцелуй. Ну, дай. Тебе понравится. Ну, разве можно быть таким нахалом? Конечно, можно. Даже нужно. А как иначе? Я вынужден. Потому что у нас неравноправие. Всегда же вы все решаете. Да? Конечно. Вот, например, встречается парень с девушкой. Кто решает, будет у них что-то или нет. Девушка всегда. Парень никогда не откажется. Потому что вам только этого и надо. А вам не надо? А нам не только этого надо. Понимаешь, мы сложнее. У нас больше одной мысли в голове. Ну, дай поцелуй. Я не понимаю, когда же он успел в меня влюбиться? Так, понимаешь, говорит, еще в первый день. В Ялте. Увидел тебя на дискотеке и… Вот. Жозефина. Жозефина? Так, подождите. Я что-то… Я уже не в первый раз это распространенное имя слышу. У вас это шифр какой-то или пароль? Я тебе потом все объясню. Ну, теперь мне понятно, почему он так странно себя вел. Просто настоящий дебил. Оказывается, он просто стеснялся. Ну, да. А потом, видимо, его Сонька в оборот взяла. Ну, ты же знаешь ее методы. Правильно. Я знаю Сонькины методы. Слушайте, мне кажется, мне с Аликом нужно объясниться. Точно. Да? Ну, сказать ему, что со мной у него ничего не получится. Что у меня муж. Подождите. Да. Правильно, так и надо. Я тогда пойду пока. Увидимся позже вечером на дискотеке. Да? Пока. До вечера. Пока. Пока. До встречи. Пока. Пока. До встречи. Алик. Как дела? Отлично. За Соню можешь не беспокоиться. Я полностью беру ее на себя. И готов нести этот груз до конца отпуска. Она офигенная. Ну, ты монстр. Дракоша. Казанова тебе подметки не годится. Ну, так 70 кило чистой харизмы. Слушай, главное, что Оксанка не догадалась, а то будет скандал. Я этого так не люблю. Это да. Старик, только, понимаешь, концепция немного изменилась. Изменилась в смысле куда? По легенде, ты теперь любишь Юль. Апу Петин. Апу Петин. Ну да, правильно. Но Соне все равно лучше не говорить. Хотя он ей вроде не нравится. Я думаю, она не будет особо переживать. Нет, ну все равно неприятно. Привет, Соня. Привет, девчонки. А чего это вы такие загадочные? Мы? Да. Ничего. Ну почему загадочные? Нормальные мы? Нет. Странные. А я вот у Сольцева фотографию отправляю. Я обещала ему Аркадь Тимофеевича показать. Так. А я сегодня Глебу призналась, что не улетала в Москву. Да? И как он отреагировал? А хорошо, с пониманием. То есть у вас опять любовь? Я рада. А как у тебя с Аликом? Ой, девчонки, этот Алик забавный паренек. Черт и что, и с богу бантик. А с другой стороны такой смешной. Знаете, кого он мне напоминает? Французского бульдожку. Сладкий такой, бочоночек на ножках. Скачет, подпрыгивает, лизнуть тебя норовит. Алло, Лешенька. Да, ну что, ты получил? Да, получил. Получил. Прекрасные снимки. Ты там очень хорошо получилась. Фотограф у Браво. А кто у нас фотограф? Фотограф? Это Мила фотографировала. Мила. Право, Мила. У нее талант просто. Хоть индивидуальные выставки организовывай. Не повезло вам, девушки. Вокруг одни нудные старички. Вы ж не скучаете, правда? Ну, как я могу и без тебя не скучать, Лешенька? Конечно, я скучаю. Ну, ничего, зайки. Скоро увидимся. Целую, пока. Пока. Сыщик – подруга. А фото – одно и то же. Да они меня что, за идиота держат, что ли? Когда же она с ним снюхаться-то успела? А может, они уже… А я же это все и оплачиваю. Вера, на завтра билет мне на самолет. В Крым. Какой угодно! Чем раньше, тем лучше. Все. Ой-ой-ой-ой. И ты это называешь дружбой, да? Угу. Угу. Что мне было делать? Если там почти на каждой фотографии Юля, я как это объясню? А мне-то что теперь делать, а? Спокойненько. Спокойненько. Делай все то же самое. Просто иногда поглядывай на Юлю, чтобы она подумала, что ты здесь из-за нее. Ну, разумеется, так, что этого не заметила Соня. Так. Значит, я втайне от Оксаны встречаюсь с Соней, потому что я… потому что влюблен в Юлю, так? Ну, в общем, да. Слушай, меня это начинает заводить. Так. Значит, я должен соблазнить Соню, чтобы этого не заметила Юля. И залечь в койку к Соне так, чтобы Юля подумала, что только собираюсь сделать твиж, что собираюсь переспать с Соней, так? Так. Так. Только спать с ней не обязательно. С кем? Лучше ни с кем. С Юлей нельзя категорически. Не, ну это так неинтересно. Пожалуйста, ты только не обижайся на меня. При других обстоятельствах у нас могло бы что-то получиться. Но ты же знаешь, я замужем. Да, все правильно. Все правильно. Такие обстоятельства. При других обстоятельствах, конечно. А так, если бы хотя бы не замужем, да? А так, никак. Вот. Молодой человек, будь добры шампанского. Хорошо. Это так трогательно, как ты все держишь внутри. Ты знаешь, на первый взгляд ты мне показался таким глупым, недотёбистым. А на самом деле ты совсем другой. Да? Да. Пожалуйста. Ну, я никогда не буду изменять мужа. Во-первых, это нечестно. Но я же тоже человек. И иногда меня посещают такие мысли. С тобой так удобно. С тобой так легко разговаривать. Покал шампанского, пожалуйста. Да. Нет, ну где она? Не знаю. И трубку не берет. Мы же договорились. А может, и Аркадий Тимофеевич выкрал? Вряд ли. Привет. Привет. Ну что, идем? Ты что, без Алика? Да он куда-то, наверное, в клуб сразу придет. Ну так и мы без Юли. Так, мне это надоело. Здесь можно весь вечер стоять. Пойдемте в клуб. Пойдемте. Всё там будет. Пойдем. Нет, ребята, хватит. Нет! Ну, иди сюда, ты что ты делаешь? Старик, я счастлив. Что? Меня, меня, меня разирает чувство. Какие чёрт тут чувства? Ты соображаешь, что ты делаешь, или нет? Я влюбился. В кого ты влюбился? В Юлю? Нет, её зовут Жозефина. Как? Жозефина. Что ж вы все заладили с этой Жозефиной? Ты можешь объяснить, что происходит? Какая женщина, это невероятная женщина. Я на ней женюсь. Женишь? Да, я понимаю, что она замужем, но это такая ерунда. Ну, ты дурак, что ли? Ты понимаешь, что я должен об этом доложить Усольцеву? Пусть знает. Пусть все знают. А ну, пошли. Я люблю Жозефину! Ой, всё чудесатей и чудесатей. Я люблю её! Юля, ну подожди! Нет! Юля, ну пойдём домой, ну пожалуйста! Я не Юля! Я Жозефина! Хорошо, Жозефина, спокойно. Пойдём домой, баю-баюшки. Ах ты, хочешь, отдачить меня в постель? Ах ты, маленькая крестная потаскушка. Поймай меня! Поймай меня! Чёрт, поверь, Мила, что происходит? Почему она называет себя Жозефиной? Это что, прикол какой-то? Да нет, ну это Юля. Просто, когда она выпит больше трёх бокалов шампанского, у неё сносят крышу. Пойдём, она надо поймать. Понимаешь, Глеб работает на Усольцевой, следит за Юлей. А ты уверена? Да. Сто процентов. Слышала своими ушами. Ну, какая же я дура, а? Ну, нам надо сейчас что-то делать, надо Юльке рассказать. Да, Юлька. Для неё это может плохо кончиться. Непонятно, что твой Глеб успел нашептать её мужу. Надо что-то делать, да, Соня? Ну, давай что-нибудь придумаем, пожалуйста. Давай, давай. Да, так неловко получилось, и передали-ка мне удобно. Ты, пожалуйста, Алюку объясни, что Юля, она ничего не понимает. Ну, даже не соображает, когда становится Жозефиной. Так что ему рассчитывать не на что. Да, он понимает. Да, это хорошо. Потому что для Юли ничего и не было. Ну, даже если что-то и было, это же измены считать нельзя. Ну, как тебе объяснить? Просто она в этот момент не она. Ну, это как Джекил и Хайт. Угу. Может, ей к психиатру показаться? Да ладно, что было, то прошло. Ты мне лучше скажи, какой сегодня день? Сегодня? Угу. Какой? Сегодня важная дата. Неделю, как мы знакомы. Сегодня? Угу. Разве? Да, да. Нет, подожди, если считать… Короче, я предлагаю тебе это отметить. У меня девчонки ушли в спа, так что номер в нашем распоряжении. Ага. Я за. Тогда пойдем. Угу. Отлично отдохнешь. В этом году бабы словно с цепи сорвались. И одинокие, и замужние. Все. Парочку вот недавно вез. Пока муж. Бегал в гостиницу, ну там узнавать. Она ко мне говорит, слушай, давай по-быстрому. Я говорю, ты что, сдурела? Ведь у тебя муж в трех шагах. Она говорит, ты-то ближе? Отлично отдохнешь. Тише, тише, тише. Сегодня у нас все будет по-особенному. Не спеши. По-особенному? Угу. Повернись. Стой. Я, если честно, не очень это люблю. Тише. Доверься мне. Приехали. Приехали. Дачи не надо. Ё-моё. Спасибо, дружище. Будут девочки нужны. Обращайся. Ложи. 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 Так. Мила. Что я должен теперь делать? Сейчас все будет. Мне просто лежать? Сейчас все будет. Ага. Ну, вот и ты. Наконец-то. О-о-о. Да. Да. Приятно. Да. Приятно. А? Нахал! Нахал! Коберлок! Нахал! Я замужем! Я замужем! Что ты делаешь? Да что вы делаете? Да отстань ты от меня! Мила, что это значит? Я все знаю. Ты меня обманул. Ты сыщик. Подожди, подожди. Я тебе все объясню. Не трогай меня больше! Да уходи уже! Ай! А ты! Да ты! Да ты! Да ты! Да ты! Да ты! Лешенька! Это не то, что ты подумал! Ой-ой-ой-ой-ой! Алексей, спокойствие! Давайте вести себя как взрослые разумные люди! Серднись! Уйдите! Не трогайте меня! Алексей! Тихо, извините! Тихо, извините! Алексей, одумайтесь! Будьте благоразумны! Остановись, если ты мужчина! Леша! Леша, Лешенька! Не надо! Алексей, прекратите! Алексей, вы все не так поняли! Эй-эй-эй! Просто какой-то псих ненормальный! Стой! Стой же, Леша! Алексей! Алексей! Девочки, скорей! Да успокойтесь, живой! Леша! Леша, не надо! Стой! У-у-у-у! А-а-а! 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 Пусти! Пусти! А-а-а! Не трогай! Не трогай! А-а-а! Лешенька! А-а-а! Прошу! А-а-а! Спасибо! А-а-а! Лешенька! Лешенька, между нами ничего не было! Да, Алексей, мы хотели вот его разыграть! Да, это правда! И вообще молчи! За мои же деньги! Это свинство — следить за собственной женой! Она мне не жена больше! Алексей! Уезжаю в Москву и подаю на развод! Что? Лешка! Лешка! Леша? Это ты! Откуда она его знает? Да ты что, не узнал? Ну, в прошлом году, в Коктебеле! Лешка! Да! Женщина! Вы опознались! Да как опозналась? Да брось, ну! Ну, Август! Как ты б... Ну, Леша! Ну, это же я, а! А-а-а! А-а-а! Так вот, что это была за командировка! А я-то думала, что ж ты такой загоревший-то из Сургута приехал! Подон! Юля! Юля, погоди! Ты все не так поняла! Юля! Юля, открой, пожалуйста! Ты все не так поняла! Это... Это недоразумение! Как же? Недоразумение! По курортам втайне от жены катайтесь, Алексей! Вас вообще не спрашивают! Ну, еще претензии предъявлял! Сонечка, оставь их, они сами разберутся! Вот именно! Вы вообще уйдите все! А что ты тут раскомандовался-то? Юля! Подлец! Юля! Алло! Юля, открой! Да! Юля, я все тебе объясню! Здесь очень шумно, одну минуточку, подождите! Дура! Да-да-да, я слушаю! Оно! А ты знаешь что? Ты бабка! Юля! Юля, отпусти меня! Просто выслушай! Не открывай ему, Юля! Вот почему ты все время лезешь? Юля! Юля, Юленька, пожалуйста, открой! Я тебя очень прошу! Я тебе все объясню! Юля! 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 Брюссель? Ну, надо ж быть таким козлом! На себя посмотри! Да, я поняла! Мужей, как перчатки! Законных мужей, законных! Юля! М-м-м! Шозефина! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Курортный роман О, он может остаться лишь приятным воспоминанием А может перевернуть вашу жизнь с ног на голову Но как бы то ни было, вам всегда будет казаться, что все это происходило как будто не с вами Как будто вы посмотрели увлекательное, красочное кино с собой в главной роли И заканчиваются курортные романы так же быстро, как хороший фильм Как же здесь хорошо Так не хочется в Москву уезжать Может останемся еще на недельку Ты знаешь, мне сегодня позвонили и предложили новую работу Это очень-очень хорошее предложение Ты не хочешь его от меня спрятаться Нет, на сей раз это правда Ты знаешь, я очень не хочу от тебя уезжать Очень не хочу Ну, понимаешь, мне нужно от тебя уехать Не знаю, как тебе объяснить, это такой для меня шанс А это надолго? Нет, нет, всего лишь на год Да, в принципе-то, в наше время расстояние, это же не проблема Да, 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 я буду стараться прилетать в Москву Ты тоже же будешь прилетать ко мне в Брюссель? Конечно А через год мы обязательно сюда прилетим вместе, да? Точно, так и сделаем Значит, договорились? Договорились Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова